О боже, я должен кому-то денег. Я сейчас возьму кредит и пойду в казино. Поставлю на черное. Вот, ну, с какой-то вероятностью выиграю. Но с какой-то нет. Сначала идешь, покупаешь пивка. Лучше тогда портвейно. Есть деньги на такси, как бы, и на шаурму. Вот и все. Кэшбэки. Вот что я вспомнил. Тебя не остановить. Ты хочешь все деньги заработать. Деньги появляются больше, чем мне надо. Я их сразу куда-то все деваю. Не умывайте, пацаны. Тогда я бы не смог флексить. Денежный канал. Открываю я. Денежный канал. Открываю я. Денежный канал. Открываю я. И снова здравствуй, Андрей. Снова здравствуй, Антон. Сегодня мы тут собрались с тобой, чтобы этот очередной выпуск записать. И мы решили его посвятить такой казалось бы, общей теме, но ее как бы нельзя обойти. Финграмотность. Да, просто тема еще вот лично мне тоже очень близка, потому что я как человек, которого воспитывали быть финграмотным, и который, когда вырос, понял, что на самом деле далеко не всех так воспитывали. Вообще не. Да, да. И многие люди абсолютно ей не обладают. И опять же, у меня есть собственная куча минусов, о которых я знаю, которые мне привело вот это вот воспитание слишком финграмотным. Но все равно хочется немножко вот отдать этой финграмотности людям. Поэтому, да, мы решили об этом поговорить довольно пространно. То есть мы будем говорить и про то, как, типа, сохранить деньги, и про то, как просто всякие маленькие инструментики, которые не дадут там доходности. Кэшбэки, кредитки, как с этим всем работать. Индивидуальные инвестиционные счета, налоговые вычеты. То есть всякие разные вот приколюхи, которые в целом как бы по отдельности, наверное, всем понятны. Но которые, о которых ты можешь не знать просто, если не углубишься хотя бы чуть-чуть. Да, но в сумме кажется, что их стоит рассмотреть чуть более внимательно. Мы посмотрим на это через призму вот тех гостей, которые мы сегодня позвали. Там будет, будут и истории каких-то факапов, и наоборот, каких-то достижений, и успехов, которые связаны с тем, что человек обладает этой финансовой грамотностью. Да, мы решили сделать выпуск финграмотности прям вот максимально диаметрально разным. У нас три гостя, которые отвечают вот прям в отличие от наших обычных выпусков, совершенно заразным. Есть суперэксперт. Да, суперэксперта мы достали непростого, Алексея Маркова, автора книг, бестселлеров, хулиномика, жлобология, скрипт, твою матика и какие-то наверняка еще тоже были книги с великолепными неймингами. И это человек, который признанный профессор в Плеханово, и он много знает про финграмотность, у него там собственный ютуб-блог на эту тему, помимо книжек. И он вот будет именно экспертно говорить про то, где быть финграмотным правильно, как правильно быть им и что для этого надо сделать. А также у нас есть гости от наших друзей из Selectel. Спасибо им, что поддержали наш выпуск. Это Илья Шлыков, темлит разработки. И он нам расскажет о своем пути, о том, как он пришел к тому, что вот нужно следить за расходами, как ввести это. То есть он это делал вообще изначально вручную, потом с помощью автоматизированных каких-то инструментов в виде приложений и прочего. То есть как распоряжаться финансами так, чтобы чувствовать себя спокойно. Ну да, ну то есть он по-человечески заморачивался, вот из такой довольно прикладной точки зрения нам расскажут, вот как вылезти из того, когда у тебя там кредитка, и ты ничего не понимаешь, как делать, до того, когда ты вот прям по классике научился тратить всегда меньше, чем ты зарабатываешь, и как потихоньку ты уже решаешь вообще другие проблемы. И как он перешел от того, как бы мне в долги не влезать, к тому, что как мне оставшиеся деньги эффективно распределить и куда их инвестировать. И вот, наверное, таким вот и будет наш выпуск тоже немножко про разное, но при этом все вот про одно, про какую-то общую, физический минимум этой вот финансовой грамотности. И жестким контрапунктом среди всех этих гостей, которые занимаются чем-то правильным. Да, мы решили позвать нашего хорошего друга Фила Ранжина. Давно все хотели здесь видеть Фила, шутили, что мы подстриженные Филы. Вот мы нашли Фила, достали его из Таиланда, и Фил будет прекрасным антипаттерном, а может быть и не антипаттерном. А вот тут мы разберемся. Да, финансовой грамотности, и как раз вот его вот этот образ такой... Я не смотрю на цены, я вытрачиваю все, что ко мне приходит. Вот мы этот майнсет попробуем рассмотреть через призму вообще такого понятия, как финн грамотности, как Фил мэчится с этим. И посмотрим, насколько человек вообще с образом отсутствия финн грамотности, напускным, насколько он на самом деле помещается в эту систему координат, и какие вообще выводы довольно на самом деле интересные и приятные можно из этой информации сделать. Поэтому попробуем как-то это все нормализовать, так сказать. И, безусловно, мы поговорим друг с другом, потому что про финансовую грамотность кто угодно может поговорить. У нас тоже есть свой опыт. Есть некоторые. Да, и про то, как и налоговую вычеты мы делали, и всякие... И кэшбэки-то ты разводил по картам, конечно. Разводил по картам, и вклады мы разбивали, которые бы были застрахованы. Поэтому все, все мы проговорим. Будет довольно обширный выпуск. Это будет интересно, явно. Нам самим пока интересно, какой в итоге авторский смысловой монтаж у нас получится. Но надеемся, что вы нашу новую такую небольшое изменение концепции радостно примете. Если вам оно нравится больше, обязательно напишите, что да, так менее душно. Или наоборот, если ничего не понятно, и все перебивает друг друга, и мысли теряются, тоже об этом обязательно напишите. То делайте, как обычно. Погнали. Расскажи, что такое финансовая грамотность. Мне кажется, для меня финансовая грамотность это что-то вроде вот такого обычного отношения к экономике. То есть экономика же изначально это не наука даже, а как сказать-то, отношение к домашнему хозяйству. Это... И просто ведение домашнего хозяйства. То есть то, сколько денег приходит, сколько уходит, и куда мы посередине это все дело тратим. И мне кажется, финансовая грамотность это, ну, скорее такой показатель того, что правильно мы это делаем или неправильно. То есть у меня такое очень бытовое определение финансовой грамотности. А при этом, вот если так базово начинать рассматривать, то, на твой взгляд, нужно ли уметь разбираться в каких-то базовых экономических понятиях, чтобы быть финансово грамотным? Или это разные вещи? То есть там нужно ли знать, что такое инфляция, как работает, что такое ключевая ставка? Вот в этих вещах нужно разбираться? Мне кажется, что да, потому что неумолимо одно тянет за другое, потому что какие-то совсем вот базовые вещи, как ты сказал, инфляция и там ключевая ставка, это надо изучать еще в школе. И очень плохо, что у нас в школе, не у всех это есть. У меня, кстати, была экономика в школе, но я поступал в Плешку, у меня была школа при Плешке, и, соответственно, 10-11 класс у меня была экономика как предмет. Но она была совершенно как это базовая, но даже такой нету очень у многих, и это плохо. Мне кажется, что надо ее изучать как науку, конечно же, еще в школе, да и на первом курсе института, причем у любого института, и у гаунитарев, и у технорей, особенно у технорей, у физиков, и биологов, и химиков, конечно, нужно изучать экономику. Ну, совсем какие-то базовые вещи, как там связанная инфляция и безработица, как что-то, как куличевая ставка, куда можно инвестировать, куда нельзя, какие инвестиции теоретически могут быть нормальными, какие рискованные, что риск обязательно всегда связан неразрывно с прибылью, и не бывает прибыли без риска, и наоборот, соответственно, если вам риск показывает, а прибыль не значит, здесь что-то не то. Вот такие вот эти базовые вещи, их надо показывать на примерах, ну, там, сначала школьникам, потом студентам, и мне кажется, без этого у нас есть большие проблемы с людьми, что люди вкладываются во всякие там, вот эти вот, буквально три дня назад рухнула пирамида очередная, это life is good, до этого у нас что-то был, кэшбери, финико, МММ, несколько раз тоже было, и люди все равно продолжают нести деньги аферистам, вместо того, чтобы нести их на биржу, да, на бирже тоже есть риск, и да, о нем нужно рассказывать, но это не причина то, чтобы не инвестировать и оставаться на государственной пенсии, когда вам исполнилось 65 лет или сколько. То есть, несмотря на то, что ты говоришь о своем отношении таком вполне бытовом и, как сказать, хозяйственном, как ты правильно интересно сравнил, все равно нет никакого шортката от, значит, ну, то есть все равно надо разбираться в нюансах настолько, чтобы умело этим пользоваться, и нет никаких специальных, там, знаешь, фишек и лайфхаков, чтобы не знать, что такое ключевая ставка, но при этом не проиграть. Ты очень правильно сказал насчет нюансов, ну, мне нравится слово детали, да, и, конечно, профессионал от любителя отличает именно знание деталей, то есть понятно, что я знаю гораздо больше, чем я рассказываю, ну, и любой, любой профессионал, я думаю, как и айтишник, как любой там ваш гость, понятно, что он не расскажет все, что знает, и вот эти вот детали, ну, зачастую, конечно, они очень сильно меняют, ну, картину происходящего, потому что тебе кажется, что грубо все вот так, на самом деле все оказывается не так, особенно если мы говорим про какие-то глобальные вещи, типа курс рубля, там, экспорт нефти и газа, что, что, почему там падает рубль, ну, вот потому что рубль в мире нужен меньше, чем нам нужны, там, доллар или какие-то другие крепкие валюты, ну, вот такие базовые вещи, они, с одной стороны, то есть глобальные, их нужно знать, да, понимать, как работать, с другой стороны, чтобы понять, что происходит в каждый конкретный момент, нужно знать много деталей, ну, и как бы, если совсем углубиться, там, все основные рептилоиды мира, они, конечно, лишний раз скажут, что мы все равно не понимаем, что происходит, даже, даже супер какие-то менеджеры триллионных фондов, они все равно скорее скажут, что, извините, я не знаю, что здесь происходит, просто зарабатывая деньги, так что, да, нюансы важны, но какие-то базовые вещи можно и нужно знать на каком-то, ну, вот, школьном, ну, там, или, там, не знаю, уровне первого курса института. Я ведущий эксперт планеты поэта. Мне кажется, я вам обоим должен. Ну, в целом, мы сегодня за этим и собрались. Не, на самом деле, мы чего? А что вы не сделаете? Мы сегодня пришли обсудить, под какой процент ты нам будешь возвращать деньги. Считаешь ли ты себя финансово грамотным человеком? Абсолютно нет. Я просто карикатурный, финансово безграмотный чувак. То есть, хуже вообще не придумаешь. Встречал ли ты трудности из-за своей финансовой безграмотности? Не из-за того, что ты там много тратишь, например, хотя это, наверное, ее часть, а просто из-за отсутствия каких-то там понимания о том, как распоряжаться деньгами правильно. Да, да, да. То, что много тратишь, то это понятно. Самая трудность — это кредитная история, когда ты, грубо говоря, вышибаешь кредитку. И, ну, я условно всегда могу ее закрыть, но всегда в моменте мне этого делать не хочется, если там посчитать, сколько я этих гребанных процентов надавал. То есть, мне как-то банк разом дал там типа на 200 косарей, вот я так два года ему деньги просто и закидываю. При том, что все это время на руках разом у меня кучу раз бывало больше денег. Это вообще просто болезнь какая-то. То есть, я даже просто иногда из-за лени ее не закрывал. Финансовая безграмотность — это, на самом деле, образ жизни во многом. Вот эта история, что ты себе как бы врешь или говоришь, что ты, значит, растешь, потому что ни в чем себе не отказываешь. Я помню, например, Андрюх, твою историю с ипотекой, когда ты долго во многом себя ограничивал, потому что это в долгую выгодно. Вот если я, короче, буду себя ограничивать хотя бы месяц так, экономить на себе сильно, у меня тяга к жизни всякая упадет, и я просто перестану вообще хоть что-то зарабатывать и куда-то вперед двигаться. Это то, как я себе это объясняю. И, ну, и, соответственно, сейчас я ничего не делаю своей финансовой безграмотностью. Единственное, что я... Благо, у меня один из источников дохода идет через бизнес, там есть партнеры, и он от меня прячет мои деньги. То есть он делает какие-то там откладывания, потому что я бы этого делать не стал. Как будто бы ты в моменте ощущаешь, что объемом заработка ты покрываешь любые издержки. Ты, типа, эту ситуацию, значит, ощущаешь, в ней живешь, но ты же никогда не можешь прогнозировать, что это будет так на протяжении, там, 10 или хотя бы даже 5 лет. И как будто бы вот это ощущение отсутствия сдерживания себя, да, оно как бы хорошо в моменте, но ты обрекаешь себя на риск, типа, потому что ты никогда не знаешь, когда это может закончиться и почему, да. То есть вот мы все знаем, как это во многом повлияло там. Буквально так и произошло. И, ну, ты понимаешь, я нахожусь в ситуации, когда я не знаю, а что было бы, если нет. То есть сейчас у меня постоянно финансовые трудности, я каждое утро просыпаюсь и такой, что мы с этим будем делать. И еще есть такой момент, мне в принципе никогда не хотелось жить на те деньги, что у меня есть. То есть любая сумма, до которой я доползал в месяц, она была намного ниже, чем там то, как я себя вижу. У меня максимум может было, я не знаю, тысяча семнадцать получалось. И это, ну, то есть я не мечтал никогда зарабатывать так мало. Сейчас вообще никакой, никакими там семнадцатью не пахнет. Сейчас я там условно в хороший месяц у меня получается у жизни выцегонить шесть, да. Если ко мне придут и скажут, Фил, до конца жизни больше шести не будет. Шесть это до твоих всех расходов. Ну да, да. Прямо сейчас я вообще не знаю, а что живу? Последние месяцы прям совсем кошмар был. А ну так, в среднем, наверное, шесть выходит. Если мне скажут, Фил, ты до конца своих дней точно будешь получать только шесть, я такого себя нет, я так играть не буду. То есть мне неинтересно жить тогда будет. Я, конечно, вряд ли с собой что-то сделаю, но я к тому, что я не хочу придумывать план на случай такой жизни, потому что она для меня как бы проигрыш. А смотри, есть ли какая-то сумма, сумма, которую ты понимаешь, что вот вот столько нормально бы было? То есть я вот, например, у меня есть такая сумма. Я вот точно помню, что я для себя психологически ее устанавливал, и когда я этой суммы достиг, я успокоился. Ты говорил про полмиллиона, кажется. Да, да, так и есть. Вот. Просто, ну типа, у меня в голове была просто мифическая, психологическая, ничем не обоснованная сумма в полмиллиона в месяц. И вот у тебя есть какая-то такая сумма. Знаете, во-первых, она была в разные периоды. Мы все пожили в период, когда ты думал, что 100 тысяч рублей это типа все. Ну типа как будто 100 тысяч рублей в месяц, ты такой, значит, в деньгах больше не будешь нуждаться. Вот. Потом так же, как у тебя полмульта, потом у меня была мечта мульт. А потом я понял, что, ну, на самом деле выше полумульта, особенно когда ты еще в России, ну, когда у тебя там свой дом есть и так далее, тебе наличные, ты расходы всяко хватает. А там ты начинаешь думать. Вот Маск купил Твиттер и издевается над всеми, кто им владеет. То есть это уже не вопрос личной жизни, это вопрос там того, как ты на мир можешь повлиять. Любое бабло, то есть там 100 миллионов, они дают возможность повлиять на какую-нибудь маленькую эти компанию. Два миллиарда дают возможность повлиять на соцсеть, которая на весь мир влияет. И в этом-то плане, конечно, я, ну, нет потолка. Для меня, я думаю, психологически для вот на личные нужды вполне комфортно. Десятка будет. Не, ну смотри, мы же про другое. Мы про то, что ты сам говоришь, типа 17 тысяч долларов в месяц. Если бы тебе пришли и сказали, будешь всю жизнь так получать, ты бы сказал, нет, мне не нравится. Вот. А такая сумма есть? 17 на самом деле нет. 17 я бы не сказал, мне не нравится, думаю. Я бы расстроился, что я особо ничего в жизни не добьюсь и просто сконфигурировал, раздал бы долги, отделался бы от банков и просто придумал себе вот это вот дожить в большом-большом комфорте. В какой-то момент у меня появилась кредитка. Ну и стандартная тема, ты как бы живешь, ну кредитка повышает, с одной стороны, твой уровень потребления, с другой стороны, через некоторое время она его снижает. Вот. Ну и обнаружив в какой-то момент у себя как бы долг на кредитке в 2-3 зарплаты, я такой, что-то не то, короче. Уже айтишные зарплаты на тот момент? Ну уже айтишные, ну это что, это у нас 9-10 год, айтишные зарплаты тогда были еще не супер жирные, вот, и ты такой думаешь, блин, ну что-то, короче, некомфортно, и надо же дальше-то выплачивать, вот. Ну и я начал вникать вообще в инструменты, что вообще есть и так далее. Ну и знаете, типа самый первый совет, начни вести учет расходов, вот. И вот это я называю упарываться, то есть словно записываешь, а тогда же еще уровень автоматизации был достаточно низкий, ты собираешь чеки там, где-то записываешь такой, блин, в конце месяца пытаешься свести, а где у меня еще 10 тысяч, вроде типа, условно, потратил за месяц 40, десятку не учел, блин. Вот это было упарываться. То есть ты вручную буквально этим занимался? Да. Какие-то таблички, Excel? Да, ну там инструментарий менялся со временем, ну то есть условно сначала, да, ты когда первый, наверное, раз сталкиваешься с проблемой, ты начинаешь оптимизировать расходы. И если нет автоматизации, да, сначала была Excel-ка, потом я на десктопе под винду купил программку, не знаю, не помню, как называется, что-то там про деньги и семью. Вот. Она уже позволяла, ну, некоторое планирование вести, не только учитывать расходы, но и думать, сколько ты потратишь. Вот. Но это все было упарываться, потому что на ручной тяге, ну, я года два-три ехал. Лично мне лень было бы вести табличку в Excel и заносить туда там все даже самые мелкие траты. Понятное дело, что там можно автоматизировать какими-то там срезами в банках, но там это не так ярко выражено. Все-таки вот как себя вот к этой приучить к тому, чтобы смотреть на то, сколько ты потратил, сколько ты заработал? Ну, смотри, я довольно долго вел таблички в Excel, потом сейчас стал вести в Google Sheets. Почему? Ну, сейчас я где-то тоже несколько лет не веду, но это в любом случае, мне кажется, каждому будет полезно в достаточно долгий период, ну, хотя бы полгода повести эти расходы. Ну, почему в Google Sheets? Потому что там можно дать, не знаю, там жене тоже туда доступ в одну и ту же табличку, чтобы вдвоем туда заносили, чтобы это были семейные такие траты. А почему полгода? Потому что некоторые траты у нас происходят, ну, не каждый месяц. Там, вы, не знаю, покупаете ОСАГО на машину раз в год там, или покупаете там новый стул себе тоже там раз в год, или там новую одежду, покупаете раз в три месяца. Ну, я не знаю, кто, все по-разному. Ну, то есть нельзя взять один месяц и из него все понять. Нет, это не получится. Ну, хотя полгода надо вести эти траты. Вот есть, конечно, банковские приложения, но если вы используете несколько банков сразу, несколько карт, и плюс у вас есть какие-то там и накопления, то, как правило, этого будет недостаточно. То есть банковского приложения, ну, то есть вы, конечно, в одном банке сидите полностью, очень плотно, и у вас ничего другого нету, ну, тогда, может быть, вам хватит банковского приложения с его аналитикой, да и то не каждый банк это покажет. Но как себя приучить? Я в свое время просто ходил на каждую операцию, брал чек, и вечером это занимает буквально три минуты, да, выбрать категорию расхода, написать там 180 рублей, кофе, ну, как бы все. Или там у меня там фастфуд была одна категория. Потом, когда появляются дети, появляются там категории дети. У всех разные эти категории, да, у меня, например, там, кто-то не ходит в рестораны, вообще у него нет, там, кто-то ходит, кто-то тратит на одежду много, кто-то нет. И когда вы будете делать это полгода, ну, лучше год, конечно, этим заниматься, вы через год поймете, сколько в среднем у вас на самом деле уходят на какие-то вещи, там, на какие-то развлечения, на какое-то свое хобби, потому что вот за один-два месяца это непонятно. И более того, вы, когда вы не понимаете, куда вы тратите, то есть вам может казаться, что картина совершенно другая. И вот только длительное такое отслеживание расходов, оно позволит вам увидеть настоящую картину вашего финансового состояния. Создание вот каких-то этих табличек, это тоже, ну, некий способ дать себе обратную связь, типа, а что я вообще по жизни делаю, и порефлексировать. Поэтому, как минимум, этот навык, мне кажется, дальше полезен, потому что ты его условно просто с масштаба оптимизации затрат, начинаешь переносить уже куда-то дальше. Вот. Ну, и, наверное, если там говорить, что еще из этого вынес, ну, условно, с оптимизацией затрат, начинаешь понимать, где твой комфортный уровень жизни, и как-то вот от него уже отстраивать все свои дальнейшие там планы, ну, в плане там, какую компанию выбрать, с каким доходом, не знаю, в каком городе жить и так далее. А вот, ребят, смотрите, вот вы оба ввели, да, какие-то таблички. Я никогда не ввел. Я попробовал один раз воспользоваться вот каким-то... У меня было специальное приложение, какое-то отдельное, не банковское, давно-давно, и я такой, куда надо было тоже что-то заносить, и оно вот это вот там тебе показывало потом диаграммой. Вот. Мне стало лень, через неделю я перестал это делать. Но вот мне интересно просто психологически, это скорее какая-то любовь вот к статистике, или это желание что-то изменить, и ты для этого это делаешь? То есть, как бы, я просто смысла не понимаю. Если у тебя все нормально, если у тебя нет, как бы, к своему состоянию, благо состоянию вопросов, то, в принципе, чтобы что ты это делаешь? То есть, это какие-то усилия все равно, которые ты предпринимаешь, чтобы получить какой-то результат, чтобы узнать, что это... получить эту информацию в итоге и скорректировать что-то? Или что? Ну, можно, например, наверное, задуматься о том, сколько ты, типа, можешь откладывать со своей зарплаты. Потому что, ну, например, там, я думаю, что если ты там тратишь меньше, чем зарабатываешь, но при этом ты зарабатываешь много, а мы там говорим сейчас про богатых айтишников, которые зарабатывают много, но при этом каким-то образом умудряешься вытрачивать всю свою зарплату, иногда возникает у людей вопрос, а на что я все потратил? Ну, понятно, если такой вопрос возникает, очевидно, да. Нет, на самом деле, может быть, еще хуже, может быть, вопрос не возникнет, а потом человек через 10 лет такой, хоп, что-то работы нет, денег нет, ну, да, пожил, а тут вдруг идите, жена, и хоп, и ты такой сидишь непонятно где, непонятно в чем, и думаешь, блин, да вроде я хорошо зарабатывал, а что толку? Вот чтобы такой вопрос не возникло, вот и нужно ввести расходы хотя бы какое-то время. Тут же, наверное, как бы, например, вот у меня было от обратного. Я, наоборот, сначала меня приучили прям считать, и у меня прям в голове эта калькуляция складывалась, что я просто примерно прикидывал, сколько я потратил в месяц, а потом, наоборот, я себе, как-то пытался отгородить себя. Я просто не понимаю психологически, типа, от чего я офигеть-то должен. Ну, то есть я такой, окей, веду эти, ну, подсчеты год, потом смотрю такой, господи, сколько же я жру фастфуда. Типа того. Типа того, это для этого, да? Именно для этого. То есть может оказаться, что, блин, ну, надо как-то себя ограничивать, или ты думаешь, например, блин, я все время пью там кофе в каком-то моднейшем там заведении, и, наверное, трачу на него много. Потом выяснится, блин, ну, нет по сравнению там с какими-то там модными джинсами раз в полгода. Это совсем немного. Или какие-то могут быть открытия. То есть на этом можно было не экономить. Или там я там люблю настольные игры, и мне казалось раньше, что я трачу там каждый месяц, покупая настольную игру, там они сейчас дорогие вообще, там по 6 тысяч рублей. Думаю, нифига себе, сколько получать. Потом выясняется, да нет, я покупаю настольную игру там раз в год, а трачу там на детские игры, которые стоят 300 рублей. И как бы вот их, да, можно не считать. Поэтому, ну, и для себя можно сказать, блин, вообще-то, если я это люблю, почему мне не тратить чуть-чуть больше на то, что я люблю, и от этого мне сделать все весело, и я буду жить более счастливо. Ну что, Андрей, сегодняшний выпуск не просто выходит, а выходит еще и при поддержке компании Selectel. И не просто при поддержке компании Selectel, а при поддержке, ух, какой компании Selectel провайдер. Провайдер IT-инфраструктуры. Они, в общем, в своей компании разрабатывают облачные решения на базе собственных дата-центров. Да, и не только всякие облачные решения, но у них есть всякие свои еще штуки, типа пилят, собственно, биллинг, всякие IT-сервисы. В процессе того, как они это все пилят, получается, что как результат они делают заказ и управление вот этой железной инфраструктурой, которая у них получается таким же быстрым и удобным, как и, собственно, облачные услуги. Это очень звучит, на самом деле, намного более мощно, чем когда мы об этом говорим. Именно так. Спасибо Selectel за то, что поддержали этот выпуск. Но еще интересно что? Что мы сегодня в этой рубрике собрались, чтобы обсудить, чем работа в компании Selectel может быть выгодной для вас. Да, мы же про бабки. А если мы про бабки, то надо по максимуму отжать каждый рублик. Уметь экономить. У компании, которые можно отжать. Да, и уметь экономить, используя как бы те бенефиты и те, как это называется, плюшки корпоративные, которые компания предлагает. Да, но плюшки, как бы у IT-компании, они в целом всегда... Есть какая-то база этих плюшек, которые примерно у всех повторяются одинаковые. То есть там понятно, что там устройство в белую уже это полностью стандарт. Ну, это база, да. Да, и так далее. А вот всякие... Есть забавные штуки у Selectel, которые, например, я раньше не встречал. Например? Например же, если ты не куришь, непонятно, как они это вычисляют, то у тебя 5% надбавка за некурение. Вот я не курю, классно, я получил бы просто больше... Я бы не получил надбавочку. Но, знаешь, я такой начинаю думать, ага, так-так, 5% надо посчитать. А стоит ли это как раз того, чтобы бросить курить? Кстати, если вы нас смотрите, если вы, например, являетесь автором, там пишите тексты какие-то айтишные, то, например, за написание статей на Хабр, на ВИСи, как бы от блога Selectel, от блога компании, они тоже за это платят авторам. Да, тут важно отметить, что блог Selectel не просто какой-то там левый блок Selectel, а он типа на втором месте на Хабре среди всех айти компаний. И там довольно хороший блок, очень качественные статьи, поэтому, если можно быть причастным к такому действу и быть среди этих крутых авторов, я думаю, что они там очень круто помогают эти статьи приводить в норму. Еще и заработать на этом. Еще и заработать. В общем, да, это, кстати, тоже будет в описании. Заходите, проходите в Хабр, почитайте, там действительно прикольный блок, у них большой и серьезный. Филу понравилось, можно писать статьи, еще бабки на этом заработать. Фил вообще бы радостно ушел с этим предложением домой и начал бы писать. Оплата обедов, это прекрасно. Еще, насколько я видел, из прикольного, что сейчас, мне кажется, много где внедряется, это еще всякие, подключают большие сервисы по прочтению книг, любой там литературы, потому что там айтишники, тоже люди обычные, и хотят там художественную литературу почитать, какую-то корпоративную. Вот, и у ребят из Selectel тоже есть там подключенные это вещи, и можно бесплатно читать миллион классных книжек. Вот это, на самом деле, очень полезно, потому что я вот иногда понимаю, что мне некуда там пойти еще послушать, почитать, а хочется получить это бесплатно, с учетом того, что это предполагается, с учетом того, как сильно сейчас подорожали книжки во всех сервисах, то это довольно удобно. Да, как бы джинь экономия. Да. Плюс, опять же, всякие там, нельзя забывать про конференции, про обучение всяким курсам. Они, безусловно, сейчас тоже становятся де-факто стандартом, когда они компенсируются. Вот, но у ребят тоже оплачиваются там конференции, когда вы хотите пойти. Онлайн-курсы. Да, онлайн-курсы, куда уж если выходить, что чему-то научиться. Это все тоже. И даже за пределами, например, там, хардкорных каких-то скиллов, хардскиллов, да, то есть если ты хочешь, например, изучить английский, изучить испанский. Вот, интересно, на это есть какие-то скидки определенные. почему испанский? Вот, я тоже узнал про Селектеллу испанский. Ты же вот учишь испанский? Я учу испанский, потому что у меня мечта купить себе квартиру в Барселоне. Наверное, ты такой не один. Не, ну, у Селектелла тоже мечта купить себе квартиру в Барселоне. Да, штаб в Барселоне себе сделает. Поэтому вот непонятно, почему испанский. Слушай, на популярный язык, мне кажется, в мире во многих странах на нем говорят. Это довольно популярный. Мне кажется, по-моему, он какой-то либо второй, либо третьей популярности в мире. Ну, если не брать в расчет там огромные страны вроде Китая, вот именно, чтобы в разных странах на нем говорили, это вот испанский, да. В общем, скидки на изучение языков круто. Особенно такие, когда там не просто скидки, а когда там у английского компенсация там 100%. Это вообще просто бесплатно. Ходи учи. Да, это очень круто. В общем, как мы понимаем, работая в Селектеле, ты можешь не просто зарабатывать, ну, получая зарплату, как все остальные, а еще и, как сказать, экономить на тратах на другое. Да, то есть можно, получается, вот все почти как в Кремниевой долине. То есть тебе уже начинают создаваться такие условия, чтобы ты вообще мог ничем не заниматься, кроме работы. Работа тебе все даст. Ты книжки, ты почитаешь, и на обед ты сходишь, тебя покормят, научат, все, только работы хорошо в компании, а все остальное тебе дадут, и в целом можно сократить свои траты вне работы до минимума. Да, понятное дело, что тебе там какие-нибудь дегустационные сеты в ресторане не оплатят, но это ты сам осилишь. Да, с такой, не забываем, там есть годовой бонус, а с годового бонуса можно себе столько дегустационных сетов набрать, что потом в зал будешь ходить полгода. В общем, спасибо Selectel, спасибо за поддержку этого выпуска, почитайте про них поподробнее по ссылкам в описании, и, а мы да идем дальше. Получается ли у тебя тратить меньше, чем зарабатывать? Тут надо брать, наверное, какой-то отрезок времени, который не отягощен какими-то экстратратами, которые так или иначе в жизни бывают. То есть, это там, например, в моем случае строительство. Думаю, что точно да, если их исключить. Если их не исключать, то, например, там на промежутке какого-то, может быть, полугода или трех месяцев это, может быть, и не было так, например. но в среднем все-таки да. И я это вижу просто по состоянию счета своего, потому что я, опять же, по каким-то личным причинам я не веду никаких Excel-табличек, Google Шитцев и прочих приложений, которые вот мне показывают, что ты настолько-то там потратил денег в этот месяц, столько-то на ресторан, столько-то на еду. Я иногда заглядываю в аналитику банка, ну, это какой-то такой, знаешь, игровой интерес, то есть не с целью что-то скорректировать, но... И вот тут момент тонкий для меня. Я как будто бы чувствую, что это надо делать, но, может быть, я вот сейчас думаю так психологически, может быть, я себя от этого сдерживаю, потому что я бы не хотел ничего менять, типа, в том, как я живу, потому что я, кажется, не транжира, и вроде бы я вижу прибавление денег на счету, но вот тут я не знаю, типа, как себя замотивировать это делать. Просто у меня психологически долгое время был такой момент, что, в принципе, я не имею права, типа, жить больше, чем то, сколько я зарабатываю. Ну, это абсолютно правильно. Как будто бы да, но многие, я думаю, не согласятся, типа, вот у тебя есть желание жить на сколько-то, и ты просто, там, хочешь ты все-таки, там, что-то купить, что тебе не по карману, ты берешь на это кредит. Вот я... Но это уже, это уже не по твоим средствам ты живешь, Я понимаю, но я всегда, у меня было ровно, типа, одно допущение. Вот в какой-то момент понял, что, окей, хорошо, квартиру купить просто наличкой физически невозможно. это да. А вот все остальное, я первую машину купил, просто накопив на нее и принеся деньги в автосалон, потому что тогда там про автокредиты я не знал и не додумался. При этом это просто вот как-то потом плавно раздвигалось. То есть я никогда не тратил больше, чем зарабатывал, просто я, типа, стремился к тому, чтобы у меня чем больше откладывалось, тем лучше. Вот и все. Но при этом были, например, очень... И я помню, когда я рассказывал историю своих ипотек, то были моменты жизни, когда я буквально выделял себе на жизнь типа 30 тысяч в месяц, а вот все остальное у меня уже было распланировано. Типа, это на ремонт, это я снимаю квартиру с девушкой, это идет там в тело кредита, ипотеки, это я постараюсь досрочно погасить, чтобы немножко чувствовать себя молодцом. И вот 30 тысяч остаются на жизнь. И при этом, когда эти 30 тысяч могли, например, там, закончиться, то ко мне подходили мои там друзья с работы и говорили, Андрей, пойдем пить. Я говорил, извините, но мне уже на пить не хватает. То есть ты очень дисциплинированно к этому подходил? Да. Ты ни разу не нарушил эти правила? Нет, ни разу не нарушил. А я физически не мог его нарушить, потому что ты уже в начале месяца типа распихал деньги по кубышкам, ты условно прям физически закинул деньги там на ипотеку, у тебя все, у тебя физически эти 30 тысяч остались. Ты понимаешь, что у тебя там на тысяча в день, и ты примерно к этому приходишь. Мне кажется, что это прям ключевая штука, наверное, вот для меня финансовой грамотности, наверное, тот камень вот этого предоткновения и тот прям начальный пункт, с которого стоит начинать, чтобы ты не тратил больше, чем зарабатываешь. Это прям, мне кажется, супер важно. Не знаю, для меня так. От этого все начинается, понимаешь, потому что ты как бы, это мотивирует тебя, во-первых, зарабатывать больше, и мне кажется, это важнее, чем, например, возможное желание взять кредит. То есть я бы, наверное, если у меня ничего там внезапно, срочного не происходит, чтобы мне деньги были нужны прямо сегодня-завтра, то я скорее в этот момент подумаю, так, а давай-ка мы сядем и подумаем, как бы мы вот в перспективе там 3-6 месяцев стали больше зарабатывать с тобой, друг мой. То есть вот потому, что это как бы важнее, потому что это вот расширяет твою вот эту зону комфорта в плане финансов и позволяет тебе как бы и на большую сумму жить при этом, откладывая. То есть, короче, тратить по средствам это важно. Фил, хотя странно было бы у тебя это спрашивать, но тем не менее, как научиться тратить меньше, чем зарабатываешь? Завести себе человек, который будет отбирать у тебя часть денег. Ну, типа, нанять себе ассистенту, которая будет это делать за тебя. Ну, меня спасает недопуск к деньгам. То есть, если я себе сам выстрою какой-то барьер, как вот я сейчас сделал, это работает, я не буду... Я скорее займу, короче, у кого-то еще, чем нарушу там вот это свое правило не брать деньги оттуда. Это, кстати, офигенный совет, который у нас потихоньку работает и на бизнесовом уровне. Даже когда ты должен, тебе пришли деньги, из них часть отложил, а с остального распихиваешь долги. То есть, откладываешь, получается, и в личной жизни, в бизнесе не с прибыли, а с оборота. И так это работает. Не, погоди, а вот тут вот вопрос, который в целом ну, с маленького масштабируется до большого. Неправильно ли сначала вернуть долги, а потом уже что-то откладывать? Правильно. Ну, тогда ты так никогда ничего не отложишь. У тебя при текущей деятельности, если тебе надо что-то еще продолжать какую-то деятельность свою, если это касается бизнеса, ты же не можешь себе позволить это сделать сразу, потому что у тебя тогда где-то застопится. А еще, смотрите, другой момент. В чем еще смысл моего совета, особенно для таких, как я, вырабатывается привычка откладывать. Вот если я должен, и мне пришло столько, сколько, чтобы отдать долг, это будет просто еще один месяц, когда я не научился ничего откладывать. Но если я заставляю себя откладывать даже когда ты должен, сама вот эта механика, то есть вот на бизнесе у нас работала, на мне лично нет, но на бизнесе реально получилось так делать, а для бизнеса кошмар, если у тебя нет денег на счету. То есть у него всегда они должны быть, абсолютно всегда. И вот благодаря тому, что мы начали откладывать даже когда должны, мы откладываем всегда, всегда, когда он есть. это очень важно. Фил, ты же сам говоришь, что ты, по сути, сам у себя в привычку все равно это не ввел. У тебя, по сути, деньги откладываются только потому, что их от тебя укрывают. А как именно ввести вот в привычку, даже вот тебе, которому типа супер с этим сложно, вот как ты думаешь, что бы тебе помогло ввести в привычку откладывать какое-то количество денег? Потому что ты знал бы о них. Я вот, кстати, вспомнил, что у меня банковское приложение делало это за тебя. Там была фигня, что он округление куда-то скидывал на неудобный тебе счет, с которого неудобно доставать и так далее. Это такая геймификация была и, в принципе, меня это устраивало. Но все равно такая копилка, которую тебе неохота разбивать, как будто бы. Это именно геймификация. Вот и с криптой у меня так же работало. Ну, то есть это задрачивание на нолике. Да привычка, любую привычку можно выработать за 2-3 недели. Главное запомнить, насколько оно тебе нужно. Было ли у тебя когда-то такое, что ты вот посмотрел на то, сколько ты там, не знаю, в банке, в приложении банка на какую-то там категорию потратил и ты такой смотришь, типа, не, ну это неадекватно при всем уважении даже вот для меня. Нет, ты знаешь, как было? Это было вот так, я помню, когда мы здесь, с чем все были вместе, это было вот так. Пацаны, посмотрите, сколько я потратил, это неадекватно, круто. Ну, пофлексить клево, но на самом деле у меня иногда волосы дыбом вставали от того, сколько я потратил на Яндекс.Еду в Иванове. Господи, ну типа, это как? То есть у меня был месяц 200 тысяч на Яндекс.Еду. Я такой, ну что, ну что, как, как это возможно? Не то, чтобы это тогда был какой-то страшный удар по моему бюджету, но это просто неадекватно. Почему у тебя в какой-то момент не начало просто пропорционально расти твои расходы твоим доходам? Почему в какой-то момент ты стал тратить, вот как ты говоришь, логичным образом, меньше, чем зарабатывать? Ну, ответ как раз, наверное, вот в практике сначала оптимизации расходов. То есть ты подбираешь какой-то уровень затрат, который делает тебе комфортным уровень жизни, и дальше, когда вдруг у тебя есть поводы нарастить затраты, ты понимаешь, что это твою планочку не повышает. Ну, я имею в виду, условно, следующий шаг по наращиванию уровня жизни, это там экстрик зарплате. Поэтому ты понимаешь, что, ну, сейчас нет смысла там, не знаю, покупать, там, вместо, не знаю, Hyundai, Beho, там, да, вместо... Почему нет? Ну, потому что ты покупаешь Beho, и ты, там, с текущим уровнем доходов, ты остаешься у тебя, как говорят на тонкого, да, то есть у тебя не остается денег для того, чтобы, ну, для какого-то свободного маневра. Так, окей, но вместо Hyundai можно купить Toyota, а потом Beho? Не, ну, это, блин, это пример вакууме. Ну, у тебя есть машина? У меня есть машина, у меня сейчас Rio. Вот, у тебя Kia Rio, соответственно, ты богатый айтишник, который наверняка может тебе позволить уже что-то лучше, чем Kia Rio. Ну, да, но пока нет потребности, лучше пару мотоциклов еще куплю. Почему нет потребности? Есть, знаешь, это вот предельная полезность, короче, два ляма, там, три потраченные сейчас, на Beho, наверное, уже четыре, они не принесут столько пользы, ну, точнее, столько кайфа от жизни, сколько, например, эти деньги потраченные на что-то другое. Но у тебя же остаются деньги, ты их не потратил ни на что. Ну, нет, есть. Я понимаю, я понимаю, о чем Илья говорит. Это вот, это то, о чем нам говорил Фил. Это вот о комфорте трат. То есть ты, например, ты себе позволяешь, эти траты позволяешь, но у тебя есть, например, вот у тебя есть понимание, что, например, вот на машину тебе комфортно потратить столько, даже если у тебя денег в пять раз больше. Но эта сумма не зависит от того количества денег, которые у тебя есть. Ты просто понимаешь, что на машину, в принципе, как на, не знаю, предмет, ты вот готов потратить столько. Нет, я слышу другое. Я слышу, что просто на Beho нужна еще больше зарплата, правильно? Ну, очевидно, если здесь вырастет, то, наверное, это чуть-чуть подвинется. Посмотри, у меня по-другому. У меня, например, я понимаю, что, грубо говоря, ну, у меня нет машины, но если мы говорим про ситуацию в вакууме, то у меня была машина, там, Kia Cerato, и я понимал, что мне вот просто, мой предел мечтаний, это, там, Kia Optima, и мне больше просто не надо. Поэтому, так или иначе, я бы не стал менять эту машину, там, на, у меня, понятное дело. А в чем разница вот это твое больше просто не надо? Это же не объяснение. Ну, потому что есть какая-то, например, мечта в вакууме, что вот классно бы было покататься на желтом Porsche 911. Но при этом я понимаю, что я могу себе его позволить, но при этом я на нем покатаюсь два дня, и нужно будет его продавать. Ну, то есть, ну, давай выясним, что значит можешь себе позволить? У тебя есть возможность сразу его купить. Да. Ну, а что дальше? Ну вот, нет, я не думаю о том, что дальше, я просто, и не говорю про разово купить, ну, типа, я могу купить его там в автокредит легко. Это, я просто к тому, что я понимаю, что мне он, в принципе, как покупка не нужен. Поэтому, условно, вот в этой стезе, мы просто, у нас получается, что вот остается бюджет, который так или иначе, просто потому, что ты не привык, и тебе не нужны большие траты, ты не тратишь эти деньги, например, вот на это. Вот, но при этом я понимаю также, что когда покупаю квартиру, я не лезу в какие-то квартиры в Москве-Сити, потому что я там считаю, что, извините за тех, кто живет в Москве-Сити, что это просто пошло, жить в Москве-Сити. Я поддерживаю. Да, вот с этим совсем. И поэтому, там, 100 миллионов квартира мне не нужна. Ты можешь себе за 100 миллионов на чистых прудах найти квартиру. Да, да, но она как будто бы тоже не нужна. Я нашел какой-то оптимальный для себя вариант, вот как с Ки-Оптимой, он прям так и называется, который мне нравится. И вот я поэтому тебя к этому вывожу, потому что у тебя в итоге те же самые выводы, но как будто бы другая первопричина. Да нет, мне кажется, первопричина схожая для разных людей в жизни важно разное. Для меня, например, важно не находиться в хрупкой ситуации. Ну, условно, завтра там, не знаю, нету работы, нету, там, не знаю, ну, короче, все пошло плохо. Плохо? Да. И для меня является ценностью быть уверенным в том, что я вывезу. Абсолютно согласен. Прям полностью. А это стало ценностью? Когда у тебя было три кредитки, это же не было ценности? Ну, у меня была одна кредитка, да, это стало ценностью, наверное, ну, на каком-то опыте. Когда ты понимаешь, что, типа, ты не можешь уже прогнозировать завтра. Сейчас я уверен, что, ну, лет пять я могу не работать. Можно ли сказать, что вот эти вот ведения табличек, оно в итоге как-то тебя дисциплинировало? Да. Ну, ты учишься, ты получаешь обратную связь от своих действий, ты учишься рефлексировать, и ты начинаешь как бы, ну, ощущать, где ты находишься в плане, ну, своих финансовых действий. То есть, словно, я не знаю, ты знаешь, заводишь себя куда-то в подсознание, знаете, как делаешь себе психологическую травму. Заводишь себя в подсознание некого чувачка, который тебе говорит, типа, блин, вот это сегодня можно не покупать, потому что это уменьшит, там, твои накопления, там, на 30%. Давай, чувак, подумаем, как на это сначала накопить и там через год купить, например. Вот. Соответственно, да, вот, ведение табличек в бюджетировании и так далее, оно учит тебя просто вот рулить в моменте. Сначала ты делаешь это осознанно, потом этого входит, ну, в моем умпыте, наверное, в привычку, что ты все равно каждое финансовое решение взвешиваешь относительно какой-то общей стратегии, мудно звучит, конечно, общей стратегии, но относительно какого-то своего внутреннего ощущения жизни, Леш, сколько ты стараешься откладывать в месяц денег, типа не тратить, и сколько считаешь правильным откладывать в месяц? Я плохой пример, потому что я зарабатываю намного больше, чем трачу, и причем уже довольно долго. Плюс еще ко всему, у меня есть достаточно большой свободный капитал, который тоже мне, с которым я могу жить по большому счету, то есть с инвестицией и не работая. Поэтому я плохой пример, и вряд ли стоит как-то вот на меня ориентироваться. Но такая базовая цифра, о которой стоит задуматься, это 10% от дохода. Ну, есть разные там цифры, есть всякие там исследования, типа, как разбогатеть. Ну, нужно вот три года откладывать одну треть от зарплаты, и что означает, что через три года у вас появится целая годовая зарплата, отложенная на какие-то инструменты. Можно ли считать себя богатым, если у вас отложена целая зарплата? Я думаю, что богатым нет, но состоятельным вполне, потому что вы приобретаете ту самую финансовую независимость, те самые, как многие говорят, fuck you money, да, которые вам позволят, во-первых, отказаться от нелюбимой работы, во-вторых, пережить какие-то, какой-то период сложности, помочь там родным родственникам в случае какой-то тяжелой ситуации. И мне кажется, что вот как раз вот финансовая независимость начинается от той суммы, на которую год можете жить и ничего не делать, а там лежать на диване, смотреть телевизор. Это условно, конечно. Можете, конечно, бегать по парку и читать книги, развиваться и учить иностранный язык или новый там язык программирования, что угодно вы можете делать. Но факт в том, что вам год можно не думать о зарабатывании денег. Вот это вот такая, мне кажется, цена, на которую, ну, начальная, первая цель, на которую стоит ориентироваться. Ну, понятное дело, что чтобы накопить годовую зарплату, сначала надо месячную отложить. Но вот эти цифры в 10% в месяц, вот хотя бы с нее надо начать. И, ну, если мы говорим про айтишников, ну, очень многие айтишники могут себе позволить хотя бы это, хотя бы 10% откладывать каждый месяц. Ну, соответственно, за 10 месяцев вы будете откладывать одномесячную зарплату. Это уже что-то, по крайней мере, ну, это гораздо больше, чем ничего. Я бы даже по-другому спросил. То есть мне кажется, что все-таки релевантен. И твой опыт тоже, где ты сильно больше зарабатываешь. Потому что здесь же вопрос в другом. Айтишники часто очень много зарабатывают. И при этом, как себя заставить все еще быть финансово грамотным, если ты так или иначе зарабатываешь сильно больше, чем тратишь, и физически не можешь столько вытратить? Ну, я думаю, что способности у всех разные. Если кто-то может, и много, у меня есть знакомые, которые зарабатывают очень много, тратят еще больше. То есть, ну, бывают всякие интересные ситуации. Не знаю, взял, человек пошел, купил себе набор посуды там за 30 тысяч. Ну, бывает, ну, вот ему понравились тарелки. Думает, блин, ну, я же себе могу позволить эти тарелки. Или там, не знаю, ну, что, что. Или там, купил себе бутылку вина за 10 тысяч, он думает, ну, как бы, оно же вкусное, давайте я вот как-то себе попробую. А потом, ему оно понравилось, он каждый раз ее начинает покупать. А потом выясняется, что там через год или через два, что он на самом деле не мог себе позволить, потому что вот накоплений никаких нет. И в какой-то сложной ситуации, не знаю, там машина сломалась, сейчас за частями тяжело, вот она полгода стоит в ремонте, и ты сидишь непонятно, как там, никуда не можешь приехать. Очень сильно зависит от личности человек, ну, базовые какие-то, надо себе понятия вот эти прививать, прям, неважно даже, айтишник ты или не айтишник. И принцип, ну, он на самом деле описан в очень многих книгах, просто сначала, называется, сначала заплати себе. То есть ты получил деньги, пока ты еще не успел их себе растратить, но вот ты отложи немного там себе на пенсию, на инвестицию, свой портфель, и потом уже начинай тратить. То есть вот правильно я понимаю, что лучше все-таки осмысленно вот откладывать, то есть не то, что ты такой, окей, я знаю, что там останется там эти 10%, а вот надо именно акт отложения этих денег осуществлять в месяц, потому что это фиксирует. Совершенно верно. Но на самом деле я не знаю ни одного примера, чтобы случайно вот у человека просто он очень долго зарабатывает больше, чем так. Да не бывает такого. То есть нужно все равно, как ты говоришь, вот этот осознанный акт инвестирования, его каждый месяц осуществляет. Знаете, есть эта тема 4 конверта, типа ты планируешь... Расскажи, расскажи. Да блин, она суперпростая, ну типа ты планируешь все свои основные расходы, потом у тебя остается ценная сумма, ты ее на 4 части раскладываешь, и вот у тебя типа каждая четверть на неделю, условно, ты не тратишь в эту неделю больше вот этой четверти, условно, если что-то остается, там тоже есть вариант либо распределить, либо отложить накопление. А почему не 30 конвертов? Почему не 30? Дневных? Да, надеюсь. Ну, потому что у тебя волатильность, вариативность трат гораздо, ну, больше, чем вот, условно, сегодня ты можешь тысячу потратить, завтра пять. Типа тебе надо в магазин потратить. И ты как бы, если такой, каждый день трачу по 666 рублей, ну блин, это как бы, ну, получается мудно, мягко говоря. Третий раз. По 666 трати, это точно мудно. У меня вот была история, типа вот 30 тысяч на месяц. Я, если что, имел в виду периодическую дробь. Да я понимаю. Что ты подумал? Ты же, я танцор социальных танцев. Так вот, 30 тысяч рублей, я просто делил на 30, и у меня получалось, типа, в среднем нужно тратить тысячу рублей в день. Ну, да, ну, это ты, типа, некий план прикидываешь. Фактически у тебя все равно там будет пила, а если ты более крупными кусками запланировал, ну, а как в эту парадигму вписать, например, траты, которые ты, например, ну, плановые относительно, но крупные, но целевые. А их-то заранее. Ты заранее планируешь, да. Это заранее куда-то... Ну, конечно. Это как раз вот те, условно, другие 70 тысяч, которые ты в начале месяца знаешь, что, окей, это на квартиру, на съем квартиры, это уйдет на обязательно платежку, Ну, я не знаю, комп, тебе надо... Ну, типа, целевое накопление. Ну, типа, там два варианта, либо с расходами, либо ты планируешь все... Вообще, в ванильном варианте предлагается отложить 30 процентов или 20 на накопление, потом расходы, и потом уже вот на эти четыре конверта разбить. Но у меня вот было как? У меня было так, что я на какие-то форс-мажорные траты не оставлял ничего. Я рассчитывал, что просто если в следующем месяце... Если в следующем месяце что-то ебнет, то у меня вот та часть, которую я заранее выделил на досрочное погашение ипотеки, вот эту часть я потрачу на форс-мажор. Типа 30 тысяч, которые были выделены, я понимал, что еще меньше тратить невозможно. Ну, это ежедневные условные какие-то вещи. Да, типа вот в это я еле вмещаюсь и как бы я не готов ужиматься еще сильно. А что делать? Ну, например, возникла эта форс-мажорная ситуация, и тебе получается, что, типа ипотеку не будешь гасить в этот месяц? Нет, на обязательный платеж всегда хватало. А, понял. Я же говорю, я каждый месяц заранее выделял какую-то сумму, которую можно было потратить на форс-мажоры, но я такой, форс-мажоры в этом месяце не случилось, поэтому досрочно гасим ипотеку. И у меня каждый раз очень сильно горела душа, знаешь, даже когда там лишние 10 тысяч ты вкидываешь в ипотеку, а там хоп, ты, типа, гасишь, чтобы досрочно, типа, срок уменьшить. И такой, о, теперь не какой-то там март 45-го года, а февраль 45-го года. Я чуть-чуть счастливее. Так что это психологически хорошо на меня работало. Я понимаю, что, опять же, финансово, вот с точки зрения финансовой экономики, это абсолютно безграмотная история. Хотя тогда у меня был довольно дорогой кредит. Я помню, первую ипотеку я брал под 11%. Был момент, были ставки высокие. Мне кажется, просто я надавлю еще раз на эту тему, ты прикольный момент затрагиваешь вот эту вот обратную связь. Когда ты видишь, что у тебя циферка куда-то двигается, это у тебя в мозгу создает ощущение комфорта или вот завершенности. И так же работает и в обратную историю с накоплениями. То есть словно ты такой вот циферка сдвинулась вверх и такой, я сегодня молодец, мое решение там было правильно, там, ложиться сюда. Особенно приятно смотреть, когда у тебя пакет вот этих облигаций, и кэшфлоу становится ежемесячный, стабильный, и ты такой, красиво. Знаете, любой айтишник любит дашборды, там, вот это все. И вот финансовые дашборды приносят дополнительное удовлетворение. Класс. Как научиться, собственно, тратить меньше, чем ты зарабатываешь? Не запретив себе изначально пользоваться кредиткой, например. Ну, во-первых, мне кажется, что полезнее все-таки запретить себе пользоваться кредиткой. Это такой первый шаг к финансовой грамотности. Это я хотел услышать. Я согласен. Потому что она, ну, очень многих заводит в крайне неприятную ситуацию. Особенно даже, даже если она у вас есть и не используется, это плохо. Пусть она лучше ее не будет, да, что-то такое, типа, вот у вас есть запасной, там, как сказать-то, парашют, и в случае чего у вас всегда есть деньги. Ну, вот оказывается, что в случае чего оно потом как-то захватывает умы и невозможно от нее будет потом избавиться. Потому что у меня есть несколько, несколько примеров, когда люди, там, ну, знакомые, друзья брали, ну, типа, начинали пользоваться кредиткой, а потом, ну, типа, вот мы же всегда ее закрываем, потом раз не закрываем, мы никогда не выходим за грейс-период, а потом выясняется, что, ну, все-таки выходим, просто иногда, ну, и в конце концов приходится взять, брать потребительский кредит, чтобы закрыть кредитку. Ну, там, ужасные какие-то вещи происходят с людьми. Ну, не то, что ужасные в плане бытового, но это в плане финансовой грамотности. Люди делают, ну, прям, супернеправильные решения, которые, у них забирают такое количество денег, которые, ну, если бы они за день что посмотрели, никогда бы не приняли решение себе открыть кредитку. Ну, а как изучать? Не, как тратить меньше, чем зарабатываешь. Это легко сказать, да, но сделать нелегко. То есть, с одной стороны, очень простой принцип, но следовать ему нелегко. Но здесь как-то, не знаю, надо просто меньше покупать. Там, таких программ, там, как ваши, как мои, там, какие-то ролики, убеждать народ, что это неправильно, что и как раз правильно жить так, чтобы тратить меньше, чем зарабатывать. Это причем основной такой принцип. То есть, их не так много, вот этих основополагающих принципов введения личного хозяйства, и тратить меньше, чем зарабатывать, что это прямо, ну, вот, самый такой базовый. Ну, то есть, надо подчеркнуть сейчас вот эту штуку, что, по твоему мнению, кредитка, за исключением каких-то случаев, ну, там, я не знаю, разных жизненных, там, форс-мажоров, это лучше избегать в принципе вообще. Не, ну, погодите, погодите, по поводу кредиток. Я специально, типа, подготовился к этому выпуску и пробежался по всякому разному. Я сам человек, который, вот, полностью солидарен и никогда не заводил кредитку как раз, потому что, типа, лучше не надо. Типа, мне и так все хорошо. Но говорят, что кредитки дают какие-то там невероятные условия по кэшбэкам намного более выгодные, чем дебетовые карты. И в целом, грамотное использование кредитки, как будто бы, если ты понимаешь, для чего ты ее используешь, там, у тебя есть только вот выделенный какой-то бюджет для тратной по этой кредитке, то вернешь ты денег с нее больше, какие-то там бонусы получишь лучше, скидки получишь больше. Так ли это? Или это все профанация? Нет, это все так. Но вопрос, если вы начнете считать, сколько вы заплатили за кредитку, ну, то есть она все равно уже в год сколько стоит, там, не знаю, тысяча рублей, две тысячи рублей, или посчитаете за все время ее использования, сколько раз вы вышли за Грейс, и там выяснится, в конце концов, что это было не очень выгодное мероприятие. Или, например, что вы там с помощью каких-то странных махинаций с тремя кредитками, когда вы сидите там несколько дней в неделю, что-то куда-то переводите, за год вы заработали две тысячи рублей, ну, что здесь можно сказать, поздравляю. здесь важно очень понимать, что банки выпускают кредитную карту, потому что для них выгодный продукт. Почему вы думаете, что вы будете невыгодным клиентом для банка, будете зарабатывать? Ну, вот почему человек, который использует кредитку, решил вдруг, что он сейчас всех обманет? В среднем, это убыточный для клиента продукт, и, конечно, прибыльный для банка. Ну, вот подумайте об этом. Я же тот дурачок, который, как теперь выясняется, абсолютно неправильно делал, что досрочно гасил ипотеку, просто потому что мне так было спокойней, но с инвестиционной точки зрения ипотека дешевый кредит, и так делать неправильно. Вот это, кстати, тоже крутая штука, крутое знание, потому что у меня всегда было такое отношение к любым кредитам, я их мало очень брал в жизни, было, по-моему, один или два потребительских кредита, которые я брал, ипотеки я никогда не брал, но ведь особенно ипотека так работает, что ты действительно ее можешь не гасить, и это лучше для тебя. Но мне все время хотелось побыстрее расквитаться, чтобы у меня, знаешь, было ощущение, что у меня нет никаких долгов ни перед кем. Вот такое. Но здесь, понимаешь, вот мы уже сейчас вот как-то, опять же, благодаря этому шоу, опять же, я реально понимаю, что немножко майнсет сдвигается, потому что я как смотрел всегда на ипотеку и на какой-то кредит, типа, о боже, я должен кому-то денег. А сейчас я такой смотрю, и я понимаю, что деньги, типа, стремительнее дешевеют, чем ты взял их у банка. Ну да. И ты понимаешь, что ты наоборот, типа, как будто бы ты должен, но на самом деле ты заработал на этом. И вот это вот, другой угол, это на самом деле очень прикольная штука. То есть я помню, у меня есть история про потребительский кредит, у меня был ровно один в моей жизни про потребительский кредит. И я помню, что буквально до слез меня он довел, потому что я делал ремонт в квартире, в самой первой. И в какой-то момент мне звонит мой узбек-прораб и говорит, Андрей, нужно вот, чтобы послезавтра была кухня в квартире. И я ему говорю, дружище, через неделю зарплата, можно через неделю кухня будет? Он такой, нет, нельзя, у меня будет простой у рабочих. И я, скрипя сердце, я пошел в Икею и такой, блин, кухня нужна. Вроде у вас были кредиты на кухню. Да, внутренние вот эти магазины. Да, да, да. А в Икею есть, можно взять кредит, можно было взять, когда вспомнишь, у нас нет Икеи, на кухню и на шкафы-купе вот эти огромные, такие стеклянные, раздвижные. И я у них говорю, типа, а как это делается? Они такие, ну вот, есть у нас кредит Европа-банк, у них там какой-то банк. Ну, партнерская какая-то штука у них. Я бы сказал, что это просто не очень известный локальный банк, с которым они сотрудничали. Так. И оказалось, что на самом деле, хоть это и был для меня потребительский кредит, но оказалось, что это вообще тоже вот такой вот, почему я рассказываю эту историю, это тоже элемент такой финансовой грамотности, который я приобрел, хотя сам даже не знал, что я его приобрету, потому что Икея на тот момент делала тебе скидку на ту сумму, которую, сумму процентов, которую ты заплатишь за тот год, на который ты взял этот кредит. То есть, по сути, это рассрочка беспроцентная вообще получается? Почти так. То есть, они делают скидку, а я, ну, условно, кухня стоила там 100 тысяч рублей. Мне они ее продали за 95, зная, что 5 тысяч, я заплачу в банк. Что я сделал? Я такой, взял этот кредит, мой прораб радостно получил кухню, а я через неделю получил зарплату и пошел, досрочно погасил кухню и закрыл карту нахер в этом банке. Да. И в итоге я понимал, что я просто получил кухню со скидкой. Нормально вообще. И это же работает не только с кухнями. Я тоже на тот момент это не знал, потом узнал, что, например, всегда выгоднее, даже если у тебя много денег, брать автокредит. Ровно всегда. Ровно по той же причине? По той же причине, потому что тебе... Что скидка компенсирует. У них все там, вась-вась, у них все сделано четко. Они, если ты берешь в кредит машину, они тебе дают какой-нибудь дополнительный скидончик на нее. Если ты просто приходишь за наличку, тебе его не дадут. Но тебе же ничего не мешает погасить досрочно потом этот кредит. Видишь, мы этого чего-то не знаем, мы с этим сталкиваемся случайно и приобретаем это знание, но откуда у нас такая, потому что я думаю, я такой не один, такая осторожность, боязнь и тревожность перед кредитами. Потому что это абсолютно не случайно берется, это тревожность и боязнь, потому что кредиты это такая вещь, в которой цена ошибки очень велика, потому что везде работает человеческий фактор, мне кажется. То есть я сам, например, понимаю, что риски, даже с учетом того, что я сто процентов знаю, что когнитивную нагрузку помнить о том, что вот там грейс-период закончится тогда-то, и нужно будет погасить по кредитке и там сделать условно вот эти вот там телодвижения. У меня просто самого кредитки никогда не было, поэтому тут сложно говорить. Но я понимаю, что я смогу делать эти вот перекидывания там денег туда-обратно, чтобы не платить за обслуживание этой кредитки, но при этом смогу получать преимущество от нее. Но настолько ли велики эти преимущества, чтобы допускать, что я, например, забуду и не переведу что-то, и хоба, вот тебе 25% потребительский кредит, плати-ка срочно нам деньги. И здесь берется то же самое. То есть если ты понимаешь, что ты готов грамотно с кредитами возиться, то и ты будешь в выигрыше, и банки будут в выигрыше. Как у тебя вообще с кредитной историей дела и вот это вот все, как тебе эти кредитки давали дальше? А все окей. Я всегда во время делал платеж. Блин, я на самом деле так рад сейчас, что у меня кредиты, потому что есть ощущение, что тебе не заморозят счета из-за того, что у тебя есть кредиты, потому что, значит, ты не будешь платить их. Но нет, я всегда оплачивал вовремя, даже сейчас, и, грубо говоря, на кредитный ты платёшь, всегда можно занять, и они же ещё увеличивают лимиты, и машина у меня была в кредиты, ну, это нормально. А ещё это, видите, кредиты в рублях, это здорово. Я на самом деле, учитывая, что сейчас доход в основном не в них, я ещё и выиграл на этом. У тебя никогда не было ощущение, что кредиты – это какая-то отягчающая штука, ну, типа, психологически? Два способа смотреть на жизнь. Одно – это долги, это штука, которая над тобой камень, который ты там несёшь и умираешь, а второе – это подталкивающая тебя история. Ну, типа, это, как знаете, вы же видели, да, госдолг США. Вот, из-за того, из моего склада характера безалаберного, из-за того, как меня воспитали, мне, естественно, было легче выбрать второй. Я, с одной стороны, амбициозный, а с другой стороны, болван каких поискать. Естественно, на меня гораздо лучше ложится история, мотивировать себя долгами, чем обратная. Но, блин, да-да, отвечаю на ваш немой вопрос, обстоятельства, в которые я попал сейчас. Я вот вспомню о них, когда всё исправится, ещё хорошенько об этом подумаю. То есть я правильно понимаю, что там кредитки, все по, там, вот эти вот грейс-периоды бесплатные, ты всегда в них попадал, и всё было хорошо? Нет, нет, не в бесплатный период. Это ты, вот тебе дали кредитку на 200 косарей. Сначала ты попадаешь в бесплатный период. Потом что-то большое захотел купить, купил, и уже не попал в бесплатный период. А потом это просто всё 200 косарей, которые ты должен, и каждый месяц минимальный платёж, там, 10 ты платишь. И у тебя кредитка съедает процентами от этой десятки пятёрку, пятёрку ты дотрачиваешь, и в следующий месяц опять платишь пятёрку. Ну, а в какой-то момент я начинал выползать. Типа, опять вот там до 200 лишних было, я её закрывал, потом опять к нулю подходил. Ну, такая история. У меня их не так много. То есть у меня кредитка-то вообще одна. Ну, и несколько кредитов. И один самый большой кредит я передал. Я продал тачку, так, чувак, за меня платит кредит тебе. Прекрасно. Вот если, например, произошло такое, что ты вот уже ну, в дерьме, вот ты вот погряз в этих, в кредитках, и у тебя там, тут ты еле-еле там сводишь, концы с концами закрываешь там эти кредитки. Вот каким образом, какой есть алгоритм себя доставания из вот такой ситуации, когда ты всё время в долгах и уже привык в них жить? Сначала идёшь, покупаешь пивка. Это хорошее. Ну, лучше тогда портвей, но как бы пивка-то нет, какой здесь не поможет. Я думаю, что, ну, самый такой базовый принцип, я думаю, что о нём многие как бы знают или догадываются. Конечно, надо гасить самый дорогой долг. Это, скорее всего, будет потребительский кредит. Либо вот это когда вне Грейса по кредитке. То есть, там, если у вас есть долг по 24%, конечно, лучше гасить его, чем если бежать ипотеку под 8% заранее гасить. Наоборот, самые вот эти вот дешёвые кредиты, ну, это, как правило, будет автокредит, да, и ипотека. Их с ними спешить никуда не надо. Они никуда не денутся и через 10 лет вот тот же самый платёж окажется для вас, там, не знаю, как слону дробина. А вот дорогие кредиты надо гасить быстрее. Ну, и как бы я сам делал, то есть, и я сам действительно делал, я перекредитовался, то есть, мне почему-то было удобнее, когда у меня был один большой долг, чем если 5 маленьких, то есть, я вот где-то перекредитовался, закрыл долги, и я знал, что вот я конкретно вот сюда должен столько-то, вот потом, соответственно, можно, если какие-то возможности на рынке, ну, там, упала ставка рефинансирования, ну, этого сейчас ждать не приходится, но, тем не менее, это бывают такие периоды. Упала ставка, ну, взял кредит дешевле, этот отдал. То есть, ну, вот только так, ну, и здесь понятное дело, что надо себя держать везде, не тратить на что-то лишнее, и искать какие-то подработки, обучаться, чтобы из этой ямы вылезти. Ну, здесь главное, как говорят, не онлывайте, пацаны, надо продолжать работать, и все получится. Смотри, у меня есть знакомый, который имеет кредитку, где он там как-то вот с этим грейс-периодом там закрывает, переоткрывает, но при этом он все равно не хочет гасить кредитку полностью и от них уходить, а все равно каждый месяц там немножко покупает золото, думая, что золото вырастет. Вот что ты можешь посоветовать человеку, который вот типа не долги гасит? Да, я понимаю. Инвестировать кредит это плохая идея, на мой взгляд. Почему? Потому что риска не отдать кредит не существует. Вы всегда ее отдадите, вы должны эти деньги банку, и не существует ситуации, когда вам кто-то долг ваш простит. То есть платеж по кредиту, это такое, получается, безрисковое абсолютно вложение, а вот покупка там акций, облигаций, даже золото, это все-таки вложение рискованное. И здесь надо понимать, что вы меняете доходность безрисковую на доходность рискованную, и вопрос зачем? То есть, ну, это вы должны либо прям у вас даже какая-то суперинформация, какие-то, не знаю, ну, инсайдом я не стал бы называть, но какая-то суперуверенность в том, что ваши инвестиции принесут вам больше денег, чем вы заплатите по кредиту, а это такая вот опасная какая-то ситуация, она мне не нравится, потому что я ее с трудом могу себе представить. Вот. То есть, либо она будет какая-то на грани легальности, либо она будет уже на уровне какого-то фанатизма и там уграничивать с безумием. Я бы таким не рекомендовал. Ну, это то же самое, как бы, ну, не то же самое, там, но дорожка в ту сторону, что я сейчас возьму кредит и пойду в казино, поставлю на черное. Вот. Ну, с какой-то вероятностью выиграю, но с какой-то нет. Правильная эта идея? Ну, не очень. Ну, то есть, ее можно вот довести до экстрима с походом в казино, но дорожка это именно та. Про кредитки. Ты, получается, вот оттуда совсем ушел и перестал вообще пользоваться кредитами? Да, да. Это был вообще последний раз, когда я, причем, сделал достаточно жестко и ее тупо разрезал. Ну, это такое, знаешь, как люди бросают курить, было решение, типа, хоп, я ее разрезал. И не смог покосить из-за этого. Кстати, был риск такой, нет, я ее закрыл, все, потом закрыл кредитный счет и все, с тех пор кредиты потребительские я ни разу не брал. Но в целом кредит может быть выгодным. Есть ряд случаев, когда кредит выгодно взять. Ну, то есть, та же айтишная ипотека, камон, ты берешь кредит со ставкой ниже инфляции, ниже доходности в банке и так далее. Но там же много подводных камней с айтишной ипотекой. С учетом того, как сильно растут в стоимости квартиры, то там что-то я где-то слышал какие-то слухи про то, что тебе квартира поздороже продадут. Есть нюанс, да, это про льготную ипотеку. Ну, тут надо как бы понятно изучать ситуацию. То есть, всегда есть такая штука асимметрии информации, когда тот, кто тебе продает, знает чего-то больше. Ну, это в целом свойство рынка, когда либо продавец, либо покупатель знает что-то больше, чем другой. Вот, про продажу недвижимости и ипотеку, да, так есть. Есть льготная ипотека, где тебе продают хату, просто включив в стоимость то, что ты заплатил бы, если была более высокая ставка. Ну, в некоторых случаях, при прочих равных, кредит, ну, может быть действительно выгоден. Ну, условно, я брал, например, мой кейс, я брал квартиру с авторички, то есть, условно, условно по рыночной цене я взял под 7,5, при том, что доходность в банке или доходность в облигациях 13 процентов. Ну, в банке 8-9 была, ну, вот у меня есть облигационный счет, там доходность 13. Я просто деньги, которые я мог бы вкинуть в кредит, держу в инвестициях. В итоге, ну, в итоге я остаюсь в сумме в плюсе. Мне выгодно этот кредит потихонечку гасить, платить проценты, но условно сравнимую сумму я получу, там, инвестирую эти деньги тоже. Это на сколько лет облигация у тебя? Погашение через сколько лет? Что-то очень... Я короткие беру, короткие корпоративные, это рискованная стратегия. Короткие корпоративные? Да. Типа там видео всякие вот такие. Да, да. Все понятно. Это рисковая стратегия. Согласен. У нас отдельный выпуск про инвестиции есть. Там все про облигации тоже есть. Да. Смотри, вопрос в чем? Вопрос в том, то есть ты больше не брал никогда кредиты? Потребительские нет. А всякие там автокредиты? Автокредит тоже не брал. С тачкой получилось. У меня была возможность просто... Ну, есть, не знаю, как это назвать. Семейный трасс. У меня была возможность взять из него и просто восстановить его. Поэтому... Ну, там я не пользовался кредитом, но вернул там сколько-то... Сколько нужно было. А с квартирой... Ну, вот я уже рассказал. С квартирой проще. Я получил ставку, которая все равно... Ну, она даже ниже была, чем банковская доходность. Поэтому я спокойно в это ввязался. Согласен. Под такую же ставку была квартира. Но я все равно досрочно погасил. Просто, типа, некуда деньги было девать, решил погашу лучше. Нет, ну, не знаю. Мне наличие ликвидных денег, которые, ну, условно, ты быстро можешь дернуть и что-то совершить, для меня важно. Поэтому, условно, вот этот остаток я лучше буду иметь на счетах и там сколько-то платить по процентам. Для меня это суперкомфортная сумма. Ну, там, 20 или 30 тысяч платеж. Ну, это как бы... Ну, я понял. Да, это копейки. То есть, психологически это никак тебя не тянет. И в целом это проще, потому что ты математически прочитываешь, что это еще и выгоднее. И тут спокойствие приходит в этот момент. Часто всякие, опять же, там, финансовые консультанты берут и, вот, например, есть там куча вкладов разных в разных банках. И какие-то банки, например, предлагают там вклад внезапно там под 10%, а все остальные предлагают под 9%. Вот, как, на твой взгляд, имеет ли смысл вот пытаться ловить такие вот акции и гнаться вот за этим там лишним процентом годового дохода? Или лучше, типа, какие-то деньги просто держать в какой-то там стабильном банке, а другие нести в рисковые какие-то активы? И что из этого удобнее и в долгосрочной перспективе выгоднее? Так как у нас большинство банков все-таки, ну, то подавляюще большинство являются членами Ассоциации страхования вкладов, АСВ, и вклады на 1,4 млн у нас застрахованы, я думаю, что вполне нормально искать вот этот плюс один лишний процент, и бывают времена на рынке, когда действительно банки начинают полисосить эти депозиты. В ковид был какой-то такой вот небольшой отрывок, когда можно было вложить денег чуть ли не там под 17% годовых, ну, вот это какой был, 19-й, 20-й год. Ну, периодически такие возможности возникают, и почему бы ими не воспользоваться? Да, пожалуйста. То есть банки здесь у нас, у нас они настолько сильно зарегулированы, что, ну, вот прям супер какая-то редкая сейчас, я даже, честно говоря, не могу вспомнить, чтобы за последние годы даже обанкротившийся банк не вернул деньги. То есть они все сейчас застрахованы, и, ну, понятно, если у вас там больше, чем полтора миллиона лежит, ну, я думаю, что тогда, наверное, у вас другие уже проблемы в жизни. У вас в нескольких банках по полтора миллиона, думаю, что уже все в порядке. Только сегодня на нашей записи я узнал про то, что сумма вклада, с которой вот это прекращается страхование его, да, то есть это вот сколько... Ты не знал про агентство вкладов? Не знал, нет. Я не знал ничего. То есть вот сколько там? Полтора? Миллион четыреста. Миллион четыреста. То есть правильно я понимаю... Раньше было меньше еще. Ага, ну, то есть правильно я понимаю, что если у меня, к примеру, есть на банковском счету больше этой суммы, то правильнее для меня будет завести в другом банке еще один счет и туда перевести, например, равноценную сумму. Зависит от цели. Ну, то есть смотри, все тут важно про то, насколько стабильно ты хочешь жить. Ну, то есть если вот ты прям хочешь по максимуму себя обезопасить, то действительно правильно будет, распихать по миллиону четыреста, не рублем больше, по всем там разным нескольким банкам, в зависимости от того, сколько раз по миллион четыреста у тебя есть, и с ними играться в рамках одного банка, то есть там, ну, условно, понятное дело, там вклад на три месяца у него будет один процент, вклад на три года у него будет другой процент. Но там это мы уже не рассматриваем. Это вот зависит от того, там, когда тебе нужны деньги. А если не вклад, а просто вот расчетный счет, все равно это работает. Ну, то есть как бы... Не-не-не-не, только на вклады работают. А, то есть страхование работает только на какие-то вклады, которые ты... Ну, это агент страхования вкладов. То есть получается, если банк обанкротится, то, по идее, обычные деньги с расчетного счета, которые просто вот в таком вот прямом доступе, ты их там успеешь условно вытащить вот день в день. И условно там пойдет, вот как банк открытия закрылся. Все пошли, и вот день в день, пока банк не санировали, там, процедуру санации банка и вот это вот все, ходили и снимали просто деньги, которые у них лежали на счетах. Но с вкладом так не сработает, потому что вклад у тебя... На какое-то время. Говорят, что там вернется в октябре 24-го года. И ты такой, ну, банку пизда сейчас уже. Да. Вот. И тут появляется агентство страхования вкладов и говорит, не переживайте, миллион четыреста, что бы с банком ни случилось, мы вам вернем. Потому что вклад, по идее, тебе банк не обязан возвращать, вот типа сегодня прям выгодить, а обычные деньги, которые на расчетном счету обязаны. Поэтому вот это агентство, оно помогает. И я в какой-то момент ровно так и делал. То есть у меня было три банка, по трем банкам были распиханы деньги по вкладам, а остальные деньги, они вертелись типа в доступе. Ну, которыми ты пользовался. Да, да, да. Окей, ну вот видишь, вот это, например, первая и важная штука, которую мне стоит взять, значит, в оборот. Имеет ли смысл, на твой взгляд, если у тебя там больше полутора миллионов в разных банках, реально вот ходить и разносить эти полтора миллиона там по пяти банкам? Ну, есть люди, которые этим занимаются, я их не осуждаю, пожалуйста. Ну, опять же, надо считать, сколько стоит вот это во временных затратах. Ну, вот вы заработали лишний процент годовых там на 300 тысяч рублей. Ну, сколько там получается? Вы заработали лишние 3 тысячи за год. Стоит ли это ваших усилий? Ну, не знаю. Это все вычисляется довольно просто. Ну, мне кажется, что нет. Вот, хотя, если, ну, я знаю, просто есть фанаты вот этих накопительных вкладов, и они вот бирже совершенно не доверяют никакому краудленингу, никаким альтернативным инвестициям они не доверяют. Уже там на акциях, на облигациях обожглись. Они вот только банковские вклады. Или там, не знаю, и плюс еще какой-нибудь золот там или золотые монеты. Ну, то есть супер какие-то надежные выбирают инвестиции, или там копят на квартиру себя и не хотят эти деньги потерять. Ну, надо считать, просто сколько усилий это стоит, сколько это принесет. Мне кажется, что идея не самая плохая. Пожалуйста, вот плюс один, плюс два процента можно на рынке поискать. Чуть-чуть менее крупный банк выбрать, и, пожалуйста, и хорошо. А ты говоришь, что вот легко посчитать вот этот вот как раз, типа, временные затраты на процент, который ты получишь. Вот ты лично как это считаешь? Ну, я считаю, что вот если полчаса провел там в телефоне выиски, и лучше банк, потом мне еще туда нужно 40 минут, чтобы доехать, и потом 40 минут доехать обратно, и я что за это получу? 2000 рублей? Ну, как бы, ну, нет, спасибо. А сколько ты хочешь получить за вот этот вот лишний потраченный час, чтобы это себя окупало? Ну, это же тоже достаточно просто посчитать. Ну, в моем случае это сложно, потому что у меня много-много маленьких разных источников дохода, да, там, периодически, там, концерты, периодически продаются книги электронные, там, каждый день, на самом деле. Когда-то приходит там, раз в квартал приходит гонорар от издательства, за бумажные книги, потом, там, не знаю, раз в неделю или несколько раз в месяц приходит там какой-то контракт рекламный. Ну, то есть у меня много разных источников дохода, поэтому мне сложно это сделать. Но если вы просто работаете за зарплату, вы совершенно спокойно можете посчитать, сколько стоит час вашего времени. Ну, и, опять же, здесь стандартный такой подход, да, если не нравится вам мыть посуду, ну, посчитайте, сколько стоит час вашего времени, и наймите человека, который за вас это помоет дешевле, чем вы. Что, нанял ты недавно? Что ты так радуешься? Нет, я радуюсь тому, что я вот ровно так и сделал. Вот я посчитал час своего времени, и теперь... Ну, сколько стоит час времени Андрея Смирнова? Час времени Андрея Смирнова стоит 2,5 тысячи рублей. Ничего себе. Ну, вот. Да, соответственно, все, что можно... В банк мы сегодня не едем с тобой. Все, что можно сделать дешевле, чем за 2,5 тысячи рублей, я делегирую. Ну, да, там, а уборка, на которую ты тратишь 4 часа, тоже стоит 2,5 тысячи рублей. Ну, или, там, не знаю, какие-то условные. Соответственно, тебе лучше поработать на работе или, там, удаленно, и нанять человека, который это сделает. Согласен, я именно поэтому, когда, например, моя жена Настя уезжает за город, а я остаюсь здесь, потому что у меня съемки. Да. Я не завтракаю дома, просто потому что я вот, ну, типа... Можете позволить. Не готов тратить время на это. Ну, да, надо готовить, потом еще посуду мыть, да, это все как-то это... Я могу рассказать, как я сейчас учитываю финансы. Давай. Расходы закрываются автоматизацией банка. Ну, у всех есть банки сейчас, они тебе покажут примерно, куда ты тратил. А если ты с разных банков тратишь? А я не трачу с разных банков, вот, поэтому у меня эта проблема закрыта. То есть, для меня, на самом деле, наверное, вот эти микробонусы, которые мне может дать трата в другом банке, отчеты моего банка перевешивают. Поэтому, ну, зачем? Вот. Соответственно, эта часть закрыта банком, а дальше у меня простая система. У меня есть, условно, там, семь счетов, там, брокерские и так далее. Есть табличка. Я раз в месяц или два раза в месяц просто делаю с них срез. И я вижу, типа, вот у меня, там, не знаю, кэш, вот депозиты, вот инвестиционная часть. И сейчас мой фокус в основном на приросте и на балансе между ликвидной частью и условно инвестированной. Вот. И, соответственно, просто про облигации говорил. Есть часть, которую я сознательно располагаю в рискованной зоне, чтобы получить просто большую доходность. Ну, как портфель выстроили. Да, да, да. Ну, соответственно, портфель у меня не в целом по, там, не по облигациям, он в целом по всем накоплениям. И я сознательно, там, существенную часть держу в ликвидном состоянии. Ну, возможно, быстро выдернуть. Ну, то есть, вкладов у меня сейчас нет открытых, на самом деле. У меня все было на накопительных счетах, потому что так удобно. Чтобы все было ликвидно. Да, да. Ну, ты обжегся об какие-то, там, неликвидные активы, которые ты, там, не успел вывести, и больше ими не пользуешься время. Вклад просто не сильно сейчас перебивает доходность, это раз. А второе, сейчас ситуация настолько меняется, что даже если открывать вклад, то на короткий срок, а на коротком сроке накопительный счет тут же доходность имеет. Поэтому, ну, условно, никто тебе час пока не дает вклад, там, не знаю, 13-12%, пока нет такого. Вот, поэтому смысла большого нет. Ну, сейчас ключевая ставка выросла, может быть, они немножко поднимутся. Поднимутся, да, да, ключевая ставка, как некая рычажок центробанка, он на все влияет. Вот. Ну, просто резюмируя, что в какой-то момент ты просто приходишь к ситуации, что ты больше занимаешься балансированием того, где у тебя деньги находятся, а не оптимизацией того, что ты тратишь. Ну, и понятно, вот мы начинали про как не тратить больше. Я, как бы, тратить больше начинаю чаще всего осознанно. Ну, я такой понимаю, что окей, вот на это я могу сейчас, как мы там с кофе начали, теперь на кофе я могу снова 15% тратить. Но это уже будет не кофе. А ирландский кофе. Смотри, Фил, а какие вообще вот ты с учетом изменившейся ситуации, какие, возможно, новые финансовые инструменты тебе пришлось там изучить, в чем-то начать разбираться, чтобы как-то с деньгами удобнее управляться? Ну, я наоборот неудобнее стал, я стал пользоваться криптой чаще, а у меня же еще есть, естественно, проблема с кучей карт, и я столкнулся с проблемой, что те любые карты тебе могут заблокировать, которые местные. Вот, и у меня стала появляться паранойя, когда у меня заводится бабло, я его начинаю раскидывать по разным штукам, ну, потому что мне один раз просто 2000 долларов съел банк тайский. Ну, то есть, подожди, они не просто там заморозились, они исчезли в итоге? Они заморозили, но ты приходишь в тайский банк, и тайцы такие, ну, типа, мы не знаем, ну, не добьешься от них ничего, ты можешь пойти в полицию, тебе в полиции скажут, что мы не знаем. Короче, здесь, да, здесь так, и 2000 долларов для меня вроде как небольшая сумма, но теперь, если у меня больше пятихатки где-то, я уже такой, блин, надо распихать по-разному. И даже по российским банкам я стараюсь много не хранить на одном месте, потому что реально стало появляться одно дело, когда я растранжирил, не посчитал или что-то, а другое дело, когда у тебя деньги просто исчезли, меня от этого колотит, особенно в ситуации, когда, ну, мне довольно тяжело жить. Ты говоришь, что все российские карты остались, и при этом есть тайские. Ты там пытаешься хоть каким-то образом те деньги, которые там лежат, чтобы они сами на себя работали? Всякие там, не знаю, накопительные счета, вклады. Известно ли тебе, что это такое хотя бы? Ох, здесь в Тае это практически не работает для таких, как я, вот, с российскими, ну, у меня замерзло очень много денег в инвестициях, всякие удобные инвесткопилки, вот такие штуки, вот, и я такой, нет, мне теперь страшно. Я попробовал, когда в какой-то период в Тае у меня денег было нормально, я попробовал раскидывать по криптовалютам, но я больше делал это по-разному. Из соображений, что мне будет трудно их оттуда доставать, я поленюсь это делать, но еще больше, только денег сгорело. А, еще я занял в биткоине и потерял на этом где-то бакс в 500. В какой-то момент меня черт дернул пойти получить дополнительное образование управления проектами, и там была классная тема финансовая математика. Вот, финансовая математика встраивает в твою голову набор моделей, которые позволяют думать о деньгах более сложно. Расскажи, вдруг мы сейчас выпуск назовем финансовую математику. Временная теория денег или, ну, условно, есть проценты, есть время, есть, условно, то, как деньги во времени стоимость текущих денег меняется, там их меняется покупательная способность. И, условно, 100 тысяч сегодня, не те же, что 100 тысяч через три года. Вот, финансовая математика это просто более наглядно описывает, дает душные формулы какие-то, как посчитать проценты и так далее. И, знаешь, уменьшается вот эта тема асимметрии, то есть банки, ты начинаешь знать примерно столько же, сколько банки, которые тебе предлагают финансовые продукты, ну, либо вклады, либо кредит. Вот, это первое, как бы, некий угол зрения, который появился, понимание, что деньги сегодня не 100 тысяч, они не те же 100 тысяч, там, через три года. То есть ты научился считать сложные проценты и все вот это? Типа, да. Хотел избежать этих душных слов, но да, да, сложные проценты, дисконтирование, вот это все. Вот. А второй момент, ну, конечно, появились свободные деньги. И понимаю, что у тебя сегодня есть эти 100 тысяч, завтра ты на них уже не столько же купишь, надо что-то делать. Ну, и, соответственно, у тебя выбор-то в России не сильно большой, у тебя есть вклады, есть инвестиционный, ну, некий рынок, брокерские счета и так далее. Можно еще в недвижку вкладываться, но, на мой взгляд, там доходность мутная и рискованная. Я, ну, не успел на этот поезд сесть, словно три года, четыре назад можно было, наверное, сесть и заработать, но не мое. Можно еще все потратить. Можно все потратить. Да, ну, на мой взгляд, если так, офф-топик, коротко, рынок перегрет, похожая история с Китаем, и он в какой-то момент должен начать схлапываться. Рынок какой перегрет? Недвижки, новостроек. Так уже схлапывается. Ну, типа, есть некоторые признаки, что цены откапываются. В Перми не сильно. За 2023 год на 15% упали квартиры. В Москве. Да. Ну, тут в Москве цены какому. В Перми на 3-4% немножечко откатилось, но... Вообще не уверен, что здесь, например, откатилось здесь какие-то страшные цены на квартиры, мне кажется, в Иванове. Страшно маленькие? Нет, высокие, неоправдно. Сколько квадратов? Так, давайте помогайте мне считать. Ну, по-моему, в новостройке, например, однокомнатная квартира, где-то 40-5 квадратов. Сколько стоит? Пять. Где-то около пяти. Ну, это нормально, кстати. Ну, у нас так же. Оно просто, типа, никогда выше не было, оно все время... Это центр или нет? Да нет, кстати. Это просто новостройки, но они здесь строятся в основном не в центре, а так чуть-чуть уже поодаль. А сколько театра вот это стоит купить? Вот это, где мы сейчас записываемся? Да. Сейчас посмотрим, спросим у вахтера. Проблема с старичкой, что она всегда дороже, потому что, с одной стороны, в ней меньше рисков, а иногда даже получше качество. Ладно, копаем сюда дальше? Не копаем, потому что у нас есть отдельный вопрос про недвижимость. Если это вышло уже, то заходите вниз, там будет ссылочка. Какие есть финансовые инструменты, которые на пустом месте позволяют тебе получить деньги от государства, от налоговой, от банков, о которых вот, типа, не все еще, вот прям, не каждый знает? Смотри, во-первых, на пустом месте надо понять, ну, что это значит. Без рисков есть только один инструмент, это банковский вклад. Да и то, это, конечно, условно без рисков, там все-таки больше, чем полтора миллиона риск довольно серьезный. Вот, но, может, там, если у вас два миллиона, ну, по миллиону в разные банки можно разложить, уже, как бы, риск сразу значительно снижается, ну, практически исчезает. Надо всегда понимать, что чем меньше риск, тем будет меньше доходность, и, наоборот, они неразрывно совершенно связаны. Если вам нужно чуть-чуть больше доходности, чем в банке, вы уже на себя автоматически берете какой-то риск. Что нам дает государство, ну, не знаю, в разных, кстати, городах по-разному, вот я как многодетный получаю там молоко, например, и бесплатную парковку в разных регионах, там, где-то даже там участки какие-то выдают, там, не знаю, на Дальнем Востоке. Короче говоря, от государства, если заморочиться, можно получить довольно много, вот, но самое, если мы говорим про инвестиции, конечно, самое доступное, это ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, который, если вы вносите за год 400 тысяч рублей, вы можете 52 тысячи вернуть из уплаченного НДФЛ. Ну, кстати, в случае с предпринимателем это не работает, потому что предприниматель не платит НДФЛ, это доходы физических лиц, вот, но если вы работаете за зарплату, и если вы можете откладывать 400 тысяч в год, то, конечно, глупо не воспользоваться этой льготой, пока она есть, потому что ее вроде собираются убирать, или, по крайней мере, переводить в какую-то другую форму. Вот эти 52 тысячи, они совершенно изи сейчас получаются, там, раньше надо было что-то морочиться, там, подправить какие-то документы, сейчас все делается в приложении банка, и за, там, за несколько недель, ну, как бы не за три. Это раньше, опять же, три месяца можно было ждать, сейчас три недели, все, и 52 тысячи копнули на счет. То есть, если ты работаешь на работе, я просто сейчас, извините, я как всегда, у меня здесь роль вот этого чувака, которому надо разжевать. Вот у тебя есть на счету, ты работаешь за зарплату, у тебя есть на счету 400 тысяч, которые ты можешь... Не, не обязательно на счету, да, в течение года они у тебя есть. За год ты можешь накопить 400 тысяч? Тебе надо вынести, есть в банке, ты открываешь индивидуальный инвестиционный счет. Так, ну, не, в банке даже у брокера, да, это брокерский счет, просто под вид брокерского счета. Но это можно сделать через твой банк. Это можно сделать в приложении банка. Ты туда вносишь в течение года, там, вроде, есть какое-то ограничение, типа, до 400 тысяч рублей, это максимум. Потому что выше 400 тысяч тебе не вернут ничего. Сейчас можно вносить миллион, но... Да, но вернулся на 52 тысячи. Да, вычет на 400. А вносить это, типа, вот мне приходит... Перевести с одного счета на другой. И оно там должно лежать. Оно там должно лежать, по-моему, там, 3 года, Алексей, по проблеме. Да, 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 вынуть можно только через 3 года, но есть всякие ухищрения. Например, можно покупать ближние облигации, которые гасятся там через 3 месяца. Есть банки и брокеры, которые позволяют выводить купоны не на брокерский счет, а на карту, например. Ну, то есть там такая дойная машинка, получается. Ты внес туда деньги, а они тебе начинают тут же возвращаться. Ну, не тут же, но достаточно быстро возвращаться. Это вроде как пока еще не наказывается, но теоретически возможно. Нет, факт в том, что они не просто там лежат, конечно, они что-то тебе зарабатывают. И даже если вы не хотите сильно рисковать покупать акции, не знаю, чего там, Сбербанка, можно купить облигации, причем государственные какие-то. Они у нас супернадежные. И сейчас они, кстати, дают неплохую доходность, там, выше, чем процент по депозиту. На самом деле всегда так было, но 10, даже 11 процентов сейчас можно получить. То есть вы сидите, получаете 11 процентов годовых, то есть выше депозита на ваши внесенные 400 тысяч, и еще и в конце года вам 52 присылают налоговое. То есть получается я 400, условно минимум 400 кладу. Ну, по 50 в месяц, да, ты заводишь. Например, да. Ну или там разом. Могу же разом. Да, ты играешься с ними. Они мне еще и зарабатывают 10-12 процентов в год, плюс еще 52 тысячи в год мне капает. 52 тысячи в год тебе капает в любом случае. Ну, это вообще нормально. То есть типа за три года 150 плюс и еще проценты. Типа того. Вопрос здесь, вот опять же, от преинтермидиат уровня финансы грамотного человека. Вот у меня типа просто лежат эти 400 тысяч на инвестиционном счете. Я на них мог что-то купить? Конечно, да. На них надо было купить облигации, да. Причем там можно как-то искать вот этот дополнительный процент доходности, о котором я говорил, стоит ли заморачиваться, стоит ли брать на себя дополнительный риск. Можно же накупить не только государственных облигаций, которые дают 10 или 11 процентов. Когда в плохие времена они там, или наоборот в хорошие, они дают там 8 или 9 процентов, но тем не менее, они дают всегда больше, чем депозит. Если депозит под 6, то ОФЗ будет давать там 7, условно говоря. То есть на 1-2 процента они будут давать больше. И опять же, сейчас вот можно купить дальние ОФЗ под 11 процентов. Какой банк сейчас дает 11 процентов? Никакой. Ну, может быть, сейчас можно найти под 9, может быть, найти где-то под 10, хотя что-то я сомневаюсь, может, сейчас депозит под 10 процентов. Но ведь есть же еще корпоративные облигации, которые дают там 13, 14, 15, 15. 14, 15 это уже рискованные, конечно. Но можно же пойти дальше еще там, изучить эту тему, пойти в высокодоходные облигации, которые дают там 17, 17. Да, они рискованные, но если у вас там 400 тысяч, ну, купите вот 3 облигации. Эта облигация стоит 1000 рублей одна. Вот вы будете рисковать каждый раз 1000. Значит, вы купите 20 разных эмитентов, которые дают 15 годовых, и в каждую вложите 3000 рублей. Да, кто-то из них обанкротится и не заплатит, но в целом вы все равно получите, там, 1,20 у вас слезнет вот этот вот дефолт чей-то, но вы будете получать по ним 15 процентов. Ну, посчитайте, сколько там 1,20. 3 процента, правильно слезнет? 12? Ну, да, 12 вы получите. Правильно я считаю? Что-то я в последнее время в уме у меня плоховато. А я-то вообще отвалился со своим гуманитарным умом еще там на начале вашего вот этого диалога. Ну, вроде, да, вроде типа 3. И, соответственно, вы можете получать вот эти вот 12 уже, не 11, а 12, потому что вы вложились в такую, ну, корзину более доходных облигаций там. Ну, опять же, не обязательно как-то искать суперки трескованные вещи, а можно посмотреть облигации, не знаю, в Московской области какой-нибудь, они дают там не 11, а 12. Надежные они? Ну, надежные, да. Чуть менее надежные, чем у ОФЗ, но, опять же, по ним отвечает государство. Или там поискать, ну, хотя интересно, там, какую-нибудь «Газпром» или «Роснефть», у них, наоборот, может быть, даже ниже, чем у ОФЗ. Доходность, ну, зависит от ситуации. А если взять какую-нибудь, не знаю, какую компанию-то перевезти, ну, какую-то достаточно большую, известную, там, взять МТС, там, да, а на ХОП выясняется, что есть там по 12, например, процентов, по 13, например, процентов. Ну, и вот они, эти деньги, вам каждый квартал приходит купон на ваш инвестиционный счет, и еще, и вот эти 52 от государства. Кажется, я после записи сегодняшней, надо пойти и весь свой неработающий деньги на ИСе накупить на них облигаций. Спасибо большое, Алексей. Да, ну, не всех подряд, но хотя бы начать с государственного. С ОФЗ хотя бы. Мы каждый раз после записи такие, да, да, мы сейчас все пойдем делать, пошел, что-нибудь делаем. Да, чуть-чуть, да. У тебя наверняка 100% есть ИС? Сейчас нет. Почему? Была ситуация, что я мог бы стать нерезидентом, и ИС для нерезидента, ну, неинтересен. Соответственно, я просто, чтобы избежать проблем, закрыл его, но в итоге я остался резидентом, но ИС пока не стал открывать. Ну, ИС, на самом деле, если пересчитывать доходность вот этого возврата НДФЛ, она, ох, я не помню, я делал это упражнение, что-то к 8% стремится условно. Вы знаете, что поняли? Мы выяснили, что можно те деньги, которые лежат на ИСе, то есть ты вот 400 тысяч вкинул, тебе и так вернутся 52, а на эти 400 тысяч еще можно облигации накупить. Тогда. И в итоге у тебя получают, я не знал это, у меня просто 400 тысяч лежат просто на этом счете. Это же брокерский счет. Я понимаю, но я с этого счета ничего не покупал, они просто там лежали. И я такой, ну, если купить еще облигации на них, хотя бы там гособлигации, получается, у тебя и тут 13% вернется, и еще и ты с них будешь зарабатывать просто по гособлигации, ну, и в целом это нормально. Смешно, что есть английское слово «broke», которое означает «обанкротившийся». И если ты плохо распоряжаешься своим счетом, у тебя брокерский счет. Я ждал твоих шуток. Спасибо. Антон вернулся. Все равно ты плачешь за это ликвидностью. Условно, ты не можешь в течение, ну, даже если ты открываешь счет в конце года, ты в течение двух с копейками лет не можешь эти деньги вытащить. Не можешь. Да. Соответственно, за эти проценты, фактически ты не 13% получаешь. Ты в первый год положил 400, и они у тебя три года лежат. Соответственно, на эти 400 ты заработаешь 13, размазанные на три года. На вторые 400, 13 на два года, и на третьи только 13. Но ты же еще заработаешь. Ну, если ты инвестируешь, да, ты можешь заработать, так ты и так можешь заработать, но при этом у тебя средства ликвидные останутся. Ты просто получаешь некую доходность дополнительную. У меня был ЕИС, я три года его продержал, я сделал все эти возвраты, да, ну, и ты можешь, мало того, ты можешь реинвестировать эти все 2 тысячи далее, ты их в следующий год просто закинул на этот же счет. Вот. То есть, соответственно, ты в итоге можешь даже меньше миллиона 200 потратить. Вот. Но... Финансовая экономика, друзья. Да, да. Вот сразу видно курс финансовой экономики. Ничего не бывает бесплатно. То есть, словно, если ты получаешь бонус, ты что-то за это отдаешь. Соответственно, здесь ты отдаешь ликвидность. То есть, ЕИС хуйня, короче, да? Нет. Вот так. Вот такая риторика. Да нет, ЕИС не хуйня, ЕИС... Надо понимать просто, зачем ты это делаешь, что ты хочешь. Условно, если у тебя есть эти деньги, которые ты готов не трогать, и ты понимаешь, как ты распорядишься ценными бумагами, ЕИС норм. Если ты такой, блин, где-то там, короче, 52 косаря на халяву можно получить, ну, наверное, не стоит ввязываться. Ну, смотри, вот мое логически, что я логично понял из того, что мне вот наговорили за эти пару дней, что самое, наверное, правильное, единственное правильное, что ты можешь делать с этими деньгами, самое консервативное, это вложить 400 тысяч в ЕИС, на эти 400 тысяч накупить, а накупить облигации с погашением ровно через три года, тогда, получается, ты и купоны будешь получать, и выведешь эти деньги, и с ИИСа сможешь легально вывести эти деньги, и еще и получить процент получше, потому что у тебя облигация на три года долгосрочная. Потому что ты и так эти деньги не вытащишь. Ну, ты же их не на размещение возьмешь. Ну, да, ну, типа, можно так, да. Вот. Ой, ну, это уже совсем сложная история. Это я пока не разбираюсь. У меня сейчас обезьянка такая вот с тарелочками в голове такая... Мы же пообсуждали. Да, да. Облигации, у них есть срок погашения. Я танцор социальных танцев. Нет же вороги. Теперь уже я не знаю. Возможно, да. Мы тебя будем так называть в узких кругах. Танцор социальных танцев. Называйте меня флиппер. Пользовался ли ты в своей жизни налоговыми вычетами? Да, пользовался вычетами. Ну, их не так много. Вычет на покупку жилья до 2 миллионов. Ты можешь, соответственно, с 2 миллионов 13% получить. Еще с процентов же можно. Да, еще с процентов, да, можно получать. Кстати, за проценты... Блин, я один год забыл подать. Спасибо. Образование, здоровье. И если у тебя есть дети, иждивенцы, на них тоже можно получать небольшой вычет. Так, ребята, вот с образованием давайте. А можно... Кто такие иждивенцы? Ну, либо дети до 18, насколько помню. Либо, по-моему, можно пожилых родителей как-то включить. Но я не вникал. У меня нету, поэтому здесь эту тему я тебе не раскрою. У тебя есть, что ли? А что, спрашивай? С какой целью я интересую? Я слышал слово иждивенцы ранее. Но я почему-то... У меня вылетело из головы абсолютно, что это означает. Там какая-то сложная схема. Да, хорошо. Вы про образование расскажите мне. Что за вычеты, за образование, как это работает? Ну, доп. образование, наверное, какое-то, да? Я сейчас... Слушай, надо... Блин, я не получал. Надо посмотреть. Я сейчас боюсь, вообще не соврал ли я. По-моему, на образование вычет есть? Есть, конечно, есть. Он, скорее всего, на высшее, а на доп. образование я не смотрел. То есть, если ты платно учишься на высшее образование, то тогда ты что-то... На второе высшее, да. Да. На второе высшее можно сгасить. Так и первое можно, нет? Если это платное. Если оно платное у тебя. Да, можно, можно. А, точно, есть же люди, кто на платное. Пишите в комментах, если вы знаете, потому что, видите, мы пытаемся разобраться. Плавое. Вы уже в курсе, напишите, мы прочитаем. Да, ну я, короче, покупал образование, но вычет ни разу не делал, кстати, да. Да, и напишите, пожалуйста, что можно было позвать каких-то нормальных чуваков, которые знают про все виды вычетов, а не просто... Всегда вот это вот то, что вы делаете, вот эту фигню. Мы ее, конечно, читаем, но нам все равно. Не, почему? Я искренне расстраиваюсь. Андрей расстраивается, мне все равно. Я расстраиваюсь и думаю, как бы узнать про все. Пишите, главное, много плохих комментариев, больше четырех слов. Это помогает видео добраться до топов. Да, окей, а со здоровьем как? Да, со здоровьем... Хорошо, хорошо. Да, все хорошо. Нет, со здоровьем, ну мы же айтишники, у нас почти у всех есть ДМС, но бывает что-нибудь там надо по мелочи с зубами сделать или еще что-то, можно вычеты оформить. Оформлял на что-нибудь вычеты? Себе, по-моему, один раз мелочь родителям делал, да. Я семейный налоговый консультант. На родителей вычеты оформлял нормально, причем очень быстро выплачивают, вот последние года камералка и выплата прям 30 дней у них, по-моему. Тут, я не знаю, тут больше особо ничего рассказать. Подаешь НДФЛ, там справочки и все вот это. Окей, хорошо. Фил, ты когда-нибудь брал налоговый вычет на что-нибудь? Вот это не вопрос финансовой грамотности, а это вопрос принципов. Я не брал ни материнский капитал, ни какие-то... донейшены от государства за детей, их дофига, никакие социальные выплаты. Что еще есть? Ну, есть вот эти вот всякие пенсионные программы, но они мне наоборот не нравятся. То есть здесь я скорее буду отговаривать людей от участия в них, потому что у нас не государственные пенсионные фонды. Они какие-то ужасные показывают результаты управления, там все хуже инфляции намного. То есть даже если вы просто тупо купите облигации, опять же, на свой брокерский счет, уже не ИИС, а просто обычный брокерский счет, у вас будет лучше, чем какой-нибудь там, если ВТБ будет управлять. Ну, там просто смешные какие-то доходы, 3% годовых, которые даже хуже, чем депозиты в банках. То есть здесь я скорее против, да, что там государство пытается сделать, какие-то интересные продукты там придумать, но они вот пока все на этапе придумывания, или там, наоборот, идея хорошая, а потом реализация оказывается какая-то дурацкая. Ну, самая очевидная ИИС. Не, ну, кстати, можно развить идею, можно на жену открыть еще один ИИС. Вот у вас уже будет два вычета по 52 тысячи, то как бы здесь, ну, есть где разгуляться. Мне для этого надо ее нанять на работу сначала. А не отправлять на дачу. Потому что я ИП, хотя бы надо ее нанять. Вопрос. Вот я, например, в свое время там получил налоговый вычет там на покупку квартиры. Насколько я слышал, если там люди разбирающиеся получают там налоговые вычеты на учебу, что-то там, на какие-то медицинские услуги. Да, да, кстати, вот на зобы я получал, я делал себе этот имплант два года назад, и что-то там у меня вычелось. Да-да-да, точно. На учебу, да, есть на лечение, на что-то там у нас еще. Но детей там маленькие, типа тысячи рублей, но все равно. Но они ведь все связаны с тем, что ты должен быть трудоустроен, или, ну, как будто это с НДФЛ же связано все. Да, и надо заморочиться с декларацией. То есть, да, надо будет потратить там день, времени, а может быть, кому-то и больше, на то, чтобы посидеть на сайте налоговой, посмотреть, как это делается. Но там оно довольно сильно часто автоматизировано, и многое там просто галочки ты ставишь, сидишь. Достаточно долго, но это стоит того, опять же. Поставил галочку, получил тысячу. Неплохо. А можно вкратце вот рассказать на примере как раз вот у меня тоже, я сейчас в процессе постановки импланты себе. Вот как ты получил вычет на импланты? Смотри, а там тебе все документы, тебе дает клиника. Ничего не дали мне. Ну, надо просить, надо просить, сказать, что мне нужны документы для налогового вычета. Они дадут. Соответственно, они дадут чек, они дадут там какая-то бумажка, которая подтверждает, что это вот именно то, с чего можно взять вычет. Ты это все сканируешь, и на следующий год, то есть, когда там в марте-апреле следующего года заполняешь декларацию, ты отправляешь это все налоговое, и там ставишь, соответственно, галочку, вот я столько потратил, там, не знаю, 100 тысяч рублей на имплант с коронкой, и хоп, и ты на них можешь не платить НДФЛ на эту сумму. Ну, там есть какое-то ограничение тоже, по-моему, там 400 тысяч или 200 тысяч, или сколько-то там. Вот надо посмотреть, потому что она меняется, эти суммы каждый год. Так что воспользоваться можно, но здесь проблема в том, что придется самому заполнять налоговую декларацию. Это неплохо, мне кажется, это, наоборот, даже полезно. Рано или поздно, мне кажется, мы все будем ее заполнять, так что лучше приучиться раньше, чем позже. То есть, грубо говоря, там с импланта за 90 тысяч рублей я 10 тысяч рублей НДФЛ получу обратно? Там, я сейчас боюсь как-то неверно сказать информацию, но там довольно много можно вычесть, да, там чуть ли не... Там за какие-то работы, по-моему, можно полностью вычесть, просто какой-то лимит есть. За какие-то работы, типа, за лечение, дорогостоящее лечение там есть, есть недорогостоящее лечение, там за что-то полностью возвращается, за что-то не полностью возвращается. В общем, там зависит сильно от ситуации. Просто здесь как раз хороший пример, потому что в основном, мне кажется, в среднем. Сейчас все айтишники работают официально по трудоустроенной. Соответственно, они огромное количество этих налогов платят. Много можно вернуть, я уверен, на этих вычетах. И вообще, в принципе, вот если завершать, какой совет можешь дать, если вот говорить про главную тему нашего выпуска, как начать вообще думать о том, сколько ты тратишь? Ну, давайте повторимся. Самое важное, записывать расходы, причем достаточно долгое время, хотя бы полгода, чтобы понять, сколько вы тратите. Доходы тоже можно записывать, чтобы понять, сколько вы зарабатываете тоже. Второй принцип – это соблюдать, тратить меньше, чем зарабатываешь. Третий принцип – это смотреть в будущее хотя бы не на два месяца, а хотя бы на несколько лет вперед, и это сильно вам поможет принимать более верные решения. То есть, если вы задумаетесь о том, что будет через 10 лет, то каждая текущая деятельность, она, ну, у вас по-другому она будет выглядеть, и вы будете верно, более правильно оценивать ее перспективу. То есть, вот я сижу, это делаю, если я буду это делать еще 10 лет, это как бы нормально будет или не очень? Ну, вот если с такой перспективой оценивать свои действия, то они станут более правильными и в экономическом плане, ну, и вообще по жизни тоже. Ну, и, не знаю, я даю тоже такой всем совет, не надо экстраполировать краткосрочные какие-то заработки, далеко вперед. То есть, если бы вам удалось заработать на каком-то там, не знаю, заказе условные 100 тысяч рублей за неделю, не надо думать, что вы все время теперь будете каждую неделю зарабатывать по 100 тысяч, а это прямо распространенная ошибка. Или там вы завели деньги на Форекс, или на ставки, или даже на биржу, и хоп, вы там 10% за неделю заработали. Это не значит, что вы каждую неделю будете зарабатывать по 10%, и очень опасная такая экстраполяция далеко в будущее, вот этим заниматься не стоит. Ну, то есть, вот тратить меньше, чем зарабатываешь, записывать расходы, смотреть далеко в будущее и не экстраполировать краткосрочные доходы. Вот такие четыре совета. Ну, есть люди, которые такие, айфон, вот, блин, от души купил, все, готов потратить деньги. Это окей. Как бы, ты можешь залезть в долги, но тебя это делает счастливее, окей. У меня нет айфона, потому что я телефон разбиваю раз в год. Вот, этот я недавно разбил. Я думал, ты скажешь, этот телефон разбиваю раз в год, и понешь его. Не, ну, на самом деле, это же все опять про взвешивание разных, как бы, стрессов, и какой ты для себя выбираешь. То есть, если ты такой, окей, мне айфон сейчас принесет радость, а, например, кредит не принесет стресс, или принесет такой стресс, который я смогу хендлить, ну, тогда, типа, человек это делает. А если этот айфон, да, принесет тебе радость, через неделю ты уже забудешь о том, что он у тебя новый, просто привыкнешь к нему, а при этом кредит у тебя там останется, потому что ты немного зарабатываешь, и это будет тяготеть, то вот тут надо на берегу подумать, а надо ли действительно эту радость сейчас себе вот так вот впрыскивать. Ну, просто кажется, что это про два диаметрально противоположных подхода к деньгам, в принципе. Да, слушай, надо выбрать оба. Ну, кстати, просто люди часто скатываются либо к одной крайности, либо к второй. Люди в одной крайности — это люди, которые, в принципе, деньги не считают, потому что они думают, я таких людей встречал, что как только я начну считать деньги, то они перестанут быть, типа, инструментом, а станут, я стану их рабом, условно говоря. Ну, совсем утрирую. Ну, да. А другие люди, и я, наверное, скорее себя там сейчас к ним отношу, они думают, они все время находятся в таком, типа, полурежиме выживания, потому что когда-то я точно стану, типа, вот максимально, типа, счастлив, потому что придумаю, как все потратить максимально эффективно, но не сейчас. На мой взгляд, на мой взгляд, нету, знаешь, универсальной стратегии, подходящей для всех. Моя идея была в том, что я хотел сказать, что важно сочетать две и просто переключать себя из быстрых решений медленно и просто отвечать себе, что да, блин, я это хочу, окей. Ну, я принял это решение, последствия этого решения мои, но, блин, мне сейчас я стал счастливее. У нас, на самом деле, если мы говорим там про деньги, да, у нас, на самом деле, ресурс один, время. Вот. И, соответственно, ну, типа, блин, ты не знаешь, что будет там через год, два, три, поэтому, блин, зефирка делает меня сейчас счастливее, лучше, чем зефирка через три года, которая не факт, что достанется. Там, сто зефирок через три года. Проверяется здоровье еще, обязательно. Да, да. Чтобы дожить через три года. Поэтому, скорее, тут, вот ты спрашивал про, типа, финансовую математику, в чем она дает? Она дает точку зрения, понимание, как мы принимаем решения, какие-то баги наши эволюционные и так далее, тоже дает понимание того, как ты, как твое хардвар устроено, и какие у него лимиты. Если ты это знаешь, ты им уже можешь более аккуратно управлять. Вот. И, соответственно, уже более не люблю слово осознанно, но более осознанно принимать решения. Вообще не люблю людей, которые говорят про осознанность, прям триггерюсь. Тебе потому, что это белозубые, вот это, типа, коучинг тебе? Да, там все. Ну, типа, кто-нибудь походит к психологу, просветлится и становится осознанным. Ну, то есть... А кто-то и допсихолога осознанный. Кто-то допсихолога осознанный. Что, будем на ножах или как? Или просто кулаками? Ну, кулаками можно, да. У тебя какой план на старость, так его назовем? Всю жизнь никакого не было, кажется. Не считая провалов, которые на меня обрушили обстоятельства, и даже вот после этого провала, я, в общем-то, иду по доходам вперед и иду довольно быстро. Я помню, я как-то наврал жене, что я отложил 300 косарей на кухню. И вот она все время ходила и такая, где кухня? Давай купим кухню, давай купим кухню. Я ждал, я ждал, короче, пока я... Это, я зарабатывал косаре 100, и я ждал, пока я буду зарабатывать реально 300. И он просто настал, и я такой, ну, все, давай доставать, короче, нашу кубышку и покупать кухню. Ну, какой бережливый Фил, вот, смотри, кухня. У меня план на старость. Я такой, очень жаль, что я не откладывал тогда со своих 10 тысяч долларов в месяц, зато, ну, теперь у меня 500 миллионов, в принципе, в принципе, в принципе, не обламываюсь, и там какие-то свои покупки совершать получается. Вот мой план на старость. Ну, не хочу я, не хочу же даже знать, что все останется так. Мне хочется кучу денег, кучу влияния. Мне хочется, чтобы мой доход намного-намного перерос мои личные потребности. Как-то я вот такой мечтой всегда и жил. Это понятно, но смотри, даже условные там футболисты с невероятными там контрактами все равно условно в 35 лет понимают, что карьера заканчивается и едут доигрывать в Саудовскую Аравию за миллиарды миллионов, потому что они понимают, что вот они годик там поиграют, и после этого все, старость у них сладко обеспечена. Ты же понимаешь, что условно там к годам, не знаю, к 50 нужно будет какой-то иметь портфель, чтобы дальше он уже на тебя работал, потому что после 50 тебе уже не захочется вот так активно и стрессово проводить каждый день, как ты сейчас делаешь? С одной стороны, да, а с другой стороны, я же его уже сделал себя. Ну, грубо говоря, я акционер, мы обречены. Вот мы начали делать канал, и даже если я сейчас из него уйду, он останется, и он будет продолжать приносить мне деньги. Я вот строю переделы на конф, и я деньги никакие себе не откладываю. Но акции-то у меня остаются. Оба проекта растут и развиваются. У меня их уже два, я много какие-то другие придумываю. Я надеюсь, в 35 у меня их будет порядочно, при том, что, грубо говоря, я не хочу вот той же конфой владеть вдвоем с партнером всю жизнь. Как только у нас получится ее нормально зарегистрировать и повесить какие-то акции, я бы предпочел оставить себе там 5%, а остальное скинуть. И чтобы я ей не управлял, чтобы вот это у меня как пассив был. То есть, грубо говоря, мой капитал сейчас, а он мне довольно большой, это вот два проекта плюс медийка, которые растут всегда просто потому, что я это я. И чем дальше они развиваются, тем больше вероятность, что я могу просто уйти и ничего не делать, и они будут продолжать меня содержать. Есть ли вообще у тебя в целом такой момент, что ты начинаешь чуть более тревожно себя ощущать, когда вот именно в моменте, например, деньги на твоей банковской карте, ну, их становится прям мало? То есть у тебя, ну, хотя ты знаешь, что их будет, что они, типа, ну, пополнятся, но вот именно ощущение в моменте, типа, сегодня-завтра. Да, да, конечно. И было и тревожность, и негатив, то есть я прямо ненавижу, когда денег мало. Но меня как будто и парит, что я вот, вот наступил момент, что надо смотреть на цены. То есть вот я там хорошо-хорошо жил, и вот до инкама денежного у меня, бам, три дня осталось. А три дня мне придется смотреть на цены, и меня это прямо угнетало кошмарно. Я сразу это начинал такой, блин, надо что-то, надо работу менять, надо там что-то придумывать, новое шоу запустить в мои причины, ни дела, ни фига. А ты когда-нибудь, с учетом того, как у тебя работает психология, что малое количество денег тебя заставляет, по сути, является пинком, чтобы ты начал что-то делать больше? Слушай, ты когда-нибудь осознанно использовал этот инструмент, как некий пинок, типа вот надо себе дотолкать, какую-то идею сделать, потому что у меня нет денег? Да, как бы, ну, в общем-то, всегда. Мне кажется, у меня это взаимосвязано, что деньги появляются больше, чем мне надо, я их сразу куда-то все деваю. Потому что есть, у меня знаешь, какой есть сорт трат был в хорошие времена? Вот у меня там 300 косарей оказалось на счету, и я бам, их, типа, условно, жене отдал. То есть просто все, для себя я их потратил. При этом меня же еще всегда Маша страховала. Маша, и вот сколько ей денег не дай, она не пойдет их всех тратить никогда. Она будет там раскладывать и так далее. То есть еще страховка там на всякие эти обязательные бытовые штуки была. Но я от денег как будто специально всегда избавляюсь. А не было мысли просто, пусть все Маша берет и на себя берет все деньги и все их распределение, и она, наоборот, тебе выдавала бы какое-то количество, которое ты можешь спокойно тратить. На карманные расходы. Тогда я бы не смог флексить. Очень важно влияет то, что там сколько бы денег мне не пришло, сначала я там проживу какое-то время, как я привык жить. Даже там получше, чем я привык жить. Даже сейчас так делаю, часто я тут, ну, сильно настроение поднимает, а потом они кончаются, и ты вспоминаешь, ради чего-то, в принципе, все делается. Выводы, Андрей. Финансовая грамотность. Оказалось. Оказалось. Я думал, что я финансово грамотен. Ну, я так не думал про себя. Вот у меня тут как бы все понятно. Я изначально заходил в эти разговоры, как всегда, с той позиции, что научите меня чему-то полезному. И я, в принципе, научился. Нет, честно, я вот, если так вот прям по-серьезному говорить, без шуток, то я, поговорив вот со всеми гостями, я понял, что на самом деле финансовая грамотность, то, что я называл для себя финансовой грамотностью, и то, чем она на самом деле оказалась, это немножко две разные вещи. Потому что я, скорее, душно гонюсь за какими-то не всегда, возможно, адекватными суммами, за которыми можно и пренебречь ими. Но при этом какие-то вещи, которые действительно вот столпы. Ну, как вот самый хороший пример, это то, что я реально признаюсь дурачок. Я думал, что деньги на ИИС надо просто положить. А оказывается, там можно и в облигации. Оказывается, что ими можно еще эффективно пользоваться. Я просто ждал, пока они принесут мне деньги, и через три года их снимало. 52 тысячи рублей. Да, и эти 400, которые можно было снять через три года. Поэтому много разного всего я выяснил. Я, опять же, опыт очень у ребят разный. Подходы разные. Если подходы к тому, как откладывать, стоит ли откладывать. То есть все сходятся во мнении, что действительно вот эти вот там факьюмани должны быть. Должны быть. Да, но при этом сумма этих факьюмани у всех разная. Кто-то думает на пять лет вперед, кто-то думает на двадцать. Это интересно. Мне очень понравился поинт вот Ильи насчет того, что на входе, вот когда ты приходишь, значит, начинаешь свои отношения с деньгами, особенно более-менее крупными, ты изначально в позиции более проигрышной, чем финансовой организации, за счет того, что не обладаешь информацией нужной. И вот то, что ты начинаешь прокачиваться в финансовой грамотности, чуть-чуть тебя ставит на одну с ними ступеньку, и ты понимаешь тогда процесс, то есть понимаешь по-другому время, как деньги во времени себя ведут. И вот это знание, это же как выглядит, как какой-то суперскил, знаешь, как супергеройская сила. То есть вот ты, приобретя эти знания, ты открываешь для себя новый горизонт совершенно и становишься, типа, знаешь, конкурентом в борьбе с финансовыми организациями, чтобы они не смогли тебе за нос там обвести вокруг пальца и прочее. Да, то, о чем мы не поговорили, но при этом тоже сюда же напрашивается, что каких-нибудь, когда мошенники тебе звонят и пытаются тебя отжать там 5000 рублей, то есть это база, но все же, ты уже точно знаешь, что ага, сейчас я вам назову три цифры своей карты, это вот то же самое. То есть ты, когда тебе звонит какой-нибудь там инвестиционный советник и говорит, что да точно, нормально, сейчас все кладем в Сбербанк, вот. И ты такой, ага, конечно, сейчас я так и сделаю, и знаешь, почему так сделать не стоит. Совершенно верно. Да, поэтому много полезного. Опять же, хочется, наверное, сделать какие-то долгоиграющие выводы, но, наверное, просто стоит именно, что каждому взять из этого выпуска что-то свое и как-то на местах немножко все поменять. Да, конечно, под себя подумать насчет этого, насчет того, какой паттерн там поведения с деньгами ближе вам, как психологически проще, потому что психологию мы здесь тоже достаточно много обсуждали, потому что это неотрывно связано, как бы тревожность, когда у тебя денег нет, тревожность, когда у тебя деньги есть. Куда их деть, чтобы они не пропали. Вот. И для каждого свой путь как будто бы существует, но при этом каждый путь должен быть осмысленным и лучше грамотным финансово. Да, да. И спасибо большое всем зрителям, кто досмотрел этот огромный выпуск до конца. Мы надеемся, что мы будем продолжать делать эти выпуски. У нас кажется, что немножко смещается фокус вот этого выпуска про деньги в IT. И, наверное, уже там рано или поздно мы точно начнем делать выпуски не про то, как немножко там приумножить, сохранить деньги или там сэкономить, а про то, как тратить. Да. Про то, как богатый айтишник, на что богатый айтишник может потратить свои миллиарды. Вот. Поэтому и будем отражать наше название 600 ка в секунду. Да. Потому что если ты 600 ка в секунду заработал, то нужно придумать, как эти 600 ка в секунду потратить. Что с ними делать. Да. Спасибо. Пишите комментарии. Все ваши мысли насчет того, какой этот формат сейчас, каким вы его хотели бы видеть, может быть. Мы все читаем. И спасибо Selectel, что поддержал этот выпуск. Да. Мы очень сдолбались, но мы счастливы. Совершенно верно. До встречи, Андрей. До встречи. Пока-пока. Пока. Денег потом. Золотая река. Крутые берега. Солидные места. Кот-фи-фро-про. Директор всего. Абсолютный чемпион. Кэш-флоу. Стихи, а стихи. Ритмические псы. Песни в сети. Кипит NFT.